Анатолий Марингов. Роман «Без вранья». Издательство «Вагриус», Москва, 2000 год. Читает Игорь Мурашко. Экземпляр для переиздания примерно через четверть века, 20 ноября 1954 года. Переиздадут быстрей. 10 октября 1960-го. Надписи на обороте обложки. Романа «Без вранья». В Пензе у меня был приятель, чудак-человек. Поразил он меня с первого взгляда бряцающими, как доспехи, целлулоидовыми манжетами из-под серой гимназической куртки, пенсне в черной оправе на широком шнуре и длинными поэтическими волосами, свисающими, как жирные черные сосульки, на блистательный целлулоидовый воротничок. Тогда я переводился в Пензенскую частную гимназию из Нижегородского дворянского института. Нравы у нас в институте были строгие, о длинных поэтических волосах и мечтать не приходилось. Не сходишь, бывало, недельку-другую к парикмахеру, и уже ловит тебя инспектор в коридоре или на браморной розовой лестнице. Смешной был инспектор Чех. Говорил он, произнося мягкое «л» как твердое, а твердо-мягко, в таких случаях всегда одно и то же. Древние грехи носили длинные волосы для красоты, скифы, чтобы устрашать своих врагов, а ты для чего, малчик, носишь длинные волосы? Трудно было в нашем институте растить в себе склонность к поэзии и быть баловнем мус. Увидев Женю Литвинова, целлоидовую его манжету и поэтическую шевелюру, сразу я понял, что суждено в Пензенской частной гимназии пышно расцвесть моему стихотворному дару. У Жени Литвинова тоже была страсть к литературе, замечательная страсть на свой особый манер. Стихов он не писал, рассказов тоже, книг читал мало, зато выписывал из Москвы почти все журналы, толстые и тонкие, альманахи и сборнички, поэзию и прозу, питая особую склонность к скорпиону, муссагету и прочим такого же сорта самым деликатным и модным тогда в столице издательством. Все, что получалось из Москвы, расставлялось им по полкам в неразрезанном виде. Я захаживал к нему, брал книги, прочитывал, и за это относился он ко мне с большой благодарностью и дружбой. Жене Литвинову и суждено было меня познакомить с поэтом Сергеем Есениным. Случилось это летом 1918 года, то есть года через четыре после моего появления в Пензе. Я успел окончить гимназию, побывать на германском фронте и вернуться в Пензу в сортире вагона первого класса. Четверо суток провел, бодрствуя на стульчике, и тем возбуждая зависть в товарищах моих по вагону, подобно мне бежавших с поля славы. Женя Литвинов, увлеченный политикой, так же, как и в свое время литературой, выписывал чуть ли не все газеты, выходящие в Москве и Петрограде. Почти одновременно появились в Левосеровском знамени труда скифы и двенадцать блока. Есенинское преображение синоний. У Есенина тогда лаяли облака, ревела златозубая ввысь, Богородица ходила с хворостиной, скликая в рай телят, и как со своей рязанской коровой он обращался с Богом, предлагая ему отелиться. Радуясь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился представить себе поэта Сергея Есенина. И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет под тридцать пять, роста в сожень, с бородой, как поднос из красной медь. Месяца через три я встретился с Есениным в Москве. Хочется еще разок напоследок помянуть Женю Литвинова. В двадцатом году Мелькомья увидел его на Кузнецком. Он только что приехал в Москву и привез с собой из Пензы три дюжины столовых серебряных ложек. В этих ложках сосредоточился весь остаток его немалого когда-то достояния. Был он купеческий сынок. Каменный дом их в два этажа стоял на стеной площади и всякого добра в нем вдоволь. Приехал Женя Литвинов в Москву за славой. На каком поприще должна была прийти к нему слава, он так хорошенько и не знал. Казалось ему, по мне судя, еще по одному своему гимназическому товарищу, Малабуху, разъезжавшему в качестве инспектора нарком пути в отдельном салон-вагоне, что на Пензяково в Москве слава валится прямо с неба. Ежедневно ожидая славы, Женя Литвинов продавал одну столовую ложку. Последний раз я встретил его в конце месяца со дня злосчастного приезда в Москву. У него осталось шесть серебряных ложек, а слава все не приходила. Он прожил в столице еще четыре дня. На последние две ложки купил обратный билет в Пензу. С тех пор я больше его не встречал. Милая моя Пенза, милые пензяки. В первой неделе я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса, по-семейному Боб, во втором доме советов, гостиница «Метрополь». И был преисполнен необычайной гордостью. Еще бы! При входе на панели матрас с винтовкой за столиком в вестибюле выдает пропуск красноармеец с браунингом, отбирает пропуск два красноармееца. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фарточке. Часов двенадцать ночи, когда я уже собирался натянуть одеяло на голову, в номер бежал маленький легкий человек со светлыми глазами, светлыми волосами и бородкой, похожий на уголок холщовой скатерти. Его глаза так весело прыгали, что я невольно подумал, не играл ли он перед тем, как войти сюда на дворе в бабки. Бил чугунка без промаха, обобрал дочисто своих приятелей, явился с карманами, оттопыренными от Козин и Медяков, что ставили под кон. Одним словом, он мне очень понравился. Бегая по номеру, легкий человек наткнулся на стопку книг. На обложке верхнего экземпляра жирным черным шрифтом было тиснуто «Исход». Изображен некто звероподобный, не то на двух, не то на четырех ногах, уносящий голубыми лапищами призрачную даль бахчисарайскую розу величиной скачан красной капусты. В задание художника входило отразить мировую войну, февральскую революцию и октябрьский переворот. Мой незнакомец открыл книжку и прочел вслух «Милая, нежности ты моей, побудь сегодня козлом отпущения». Трехстишия называлась поэмой, и смысл, вложенный в эту поэму, превосходил правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой до сего времени. Так, по крайней мере, полагал автор. Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец зальелся самым непристойнейшим в мире смехом, сразу обнаружив в себе человека ничего не смыслящего в изящных искусствах. И в довершении, держась за животик, он воскликнул «Это замечательно! Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!» Тогда Боб ткнул пальцы в мою сторону и произнес «А вот и автор!» Незнакомец дружески протянул мне руку. Когда минут через десять он вышел из комнаты, унося с собой первый имаженистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса «Кто этот идиот?» «Бухарин», — ответил Боб, намазывая вывезенное мной из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба. В тот вечер решилась моя судьба. Через два дня я уже сидел за большим письменным столом ответственного литературного секретаря издательства «ВЦИК», что помещалось на углу Тверской и Маховой. Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано «Мы требуем массового террора». Меня кто-то легонько тронул за плечо. «Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константина Степановича Еремееву?» Передо мной стоял паренек светлой-синей поддебки. Под ней белая шелковая рубашка, волосы волнистые, желтые с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно, но очень нарочно падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким, хорошеньким парикмахерами из провинции. И только голубые глаза, не очень большие и не очень красивые, делали лицо умнее. И завитка, и синий поддебочки вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки. Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин. В Москве я поселился с гимназическим моим товарищем Малабухом на Петровке в квартире одного инженера. Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные канделябры и портреты предков, так называли мы родители инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах. Надежду инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженной мухами портреты предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню. Бабушка инженера после такой большевистской операции заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим мухам к нашей замочной скважине. Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее бренной жизни. Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена. Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого приблизительного содержания. «А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделябры пуда по два вытянут?» «Разумеется, вытянут. А не знаешь ли ты какого они века?» «Восемнадцатого», говорила бабушка, «И будто бы работы знаменитнейшего итальянского мастера флорентийца. «Я так соображаю, что если их приволочь на сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят. Отвалят. Так вот, пусть уже до воскресенья постоят, а там и потащим. Потащим». За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и в безнадежности шаркало туплями. А в понедельник заново заводили мы разговор о канделяберах, сокращая ничтожный остаток бренной бабушкиной жизни. Вскоре мы раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело. Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образов. Несколько раз в нашем издательстве я перекинулся о том мыслями и Сергеем Есениным. Наконец была условлена встреча для сговора и если не разбередемся в чувствовании и понимании словесного искусства для выработки манифеста. Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он, запыхавшись, лотком с голубой каемочкой вытирая салбопот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке разыскивая дом с нашим номером, а на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь. Он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться. У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов и каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые. Мужика в себе он любил и нес гордо, но при мнительности всегда ему чудилилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения. Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну. До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства, песни-песни, калевалы и слова о полку Игореве. У Есенина уже была своя классификация образов. Статически он называл заставками, динамически движущиеся корабельными, ставя вторые несравненно выше первых. Говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем как телегу избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке. Формальная школа для Есенина была необходима, да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает. Один умный писатель на вопрос, что такое культура, рассказал следующий норовоучительный анекдот. В Англию приехал богатейший американец, ездил по стране и ничему не удивлялся. Доллар делал его скептиком. И только один раз пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона. Ничего нет проще, отвечает садовник. Спашите, засейте, а когда взойдет, стригите его машинкой и два раза в день поливайте. Если это будете делать, через триста лет у вас будет такой газон. В сей русской литературе один век с хвостиком. Прозу пишем хорошо, когда переводим с французского. Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться. Перед тем, как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого лишь, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших канделяберах, о себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергием от словли крепких и грубых, но за стеной, где почевала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватер-клозету. Каждый день приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол заваленный рукописями желтый тюречок с солеными огурцами. Из него на стол бежали стройки рассола. В зубах хрустело огуречное зеленое мясо и сочился соленый сок, расползая с фиолетовыми пятнами по рукописным страницам. Есенин поучал «Так с бухты барахты не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику и тыкая в меня пальцем. Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботинках и с пробором волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витает под облаками в брюках из-под утюга? Кто этому поверит? Вот смотри белый и волос уже седой и лысиной величиной с вольфовского однотомного Пушкина. А перед кухаркой своей, что исподники ему стирает и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил? Весенин весело по-мальчишески захохотал. Тут, брат, дел надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает, я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел, ввел, Клюев ввел, ввел, Сологуб Щеботаревской ввели, ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блоке Рюри Кивнев. К нему я, правда, первому из поэтов подошел, скосило на меня, помнил ларнет, и не успел я еще стишка в двенадцать срочек прочесть, а уж он тоненьким таким голосочком «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах!» И, ухватив меня под руку, поволок от знаменитости к знаменитости свои ахи расточает тоненьким голоском. Сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха. Есенин улыбнулся, посмотрел на свой шнурованный американский ботинок, к тому времени успел он навсегда расстаться с подделкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце с голенищами в гармошку, и по-хорошему чистосердечно, а не сделанной чистосердечностью, на которой тоже был мастер, сказал, знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и подделки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать, жрать, мол, нечего, а в Петербург на денек, на два, пока партия моя Грузчиков подберется, а какие там бочки за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом, вот и Клюев тоже так, он маляром прикинулся, к Городецкому с черного хода пришел на кухню, не надо ли чего покрасить, и давай кухарке стихи читать, а уж известно кухарков поэта, сейчас к барину, так где и так, явился сам барин, зовет в комнаты, Клюев не идет, где уж нам в горницу, и креслица то барину перепачка и пол вощеный на слежу, барин предлагает садиться, Клюев мнется, уж мы постоим, так стоя перед барином в кухне стихи и читал, Есенин хочет по зевотину, а вот по хапщину хоть всю ночь зажаривай, ох уж, я и ненавижу всех этих сологубов с гипиусой, хами, опять в голубые обернулись его глаза, хрупнул в зубах огурец, зеленая капелька рассола упала на рукопись, смахнув с листа рукавом огуречную слезу, потеплевшим голосом он добавил, из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича, да Сережи Городецкого, даром, что нимфа его, так прозывали в Петербурге жену Городецкого, самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала. На Тверской, неподалеку от газетного, актеры Фаригеровского театрика «Московский балаган» соорудили столовку. Собственно, если говорить не по-сегодняшнему, а на языке и милыми наивными понятиями девятнадцатого года, то назвать следовало бы тот кривобокенький полутемный коридор, заставленный трехногими столиками из допотопной пивной, что процветало некогда у коровьего вала, не пренебрежительно столовкой, а рестораном самого что ни на есть первого разряда. До этого прародители НЭПовских заведений питались мы с Есениным в одном подвале, достойном описания. Рыжий повар в сиянии торчком торчащих волос, похожий на святого со старой новгородской иконы, красного кирпича плита величиной вампировскую кровать, кухонные некрашенные столы, деревянные ложки и тарелки из дворцовых сервизов с двуглавыми золотыми орлами. Рыжий повар всякую неудобоваримую дрянь превращает в необыкновеннейшие пловы, бефы и антрикоты. Фантасмагория неправдоподобнейшая. Ели и плакали от чада, дыма и вони. Есенин сказал, сил моих больше нет. Вся фантасмагория пересилилась ко мне в живот. Тогда решили перекочевать из гофманского подвала в столовку форигеровского московского балагана. Ходили туда вплоть до весны, пили коричневую бурдахлыстину на сахарине и ели нежное мясо жеребят. На Есенине короткая меховая ковтенка и высокие очень смешные черные боты хлюпает ими шаркает. В ноги посмотришь человек почтенного возраста. Ничто так не старит, как наша российская калоша. Влез в калошу и будто прибавил весе и характером стал положителем. В ресторанчике на каждого простого смертного попал дюжин знаменитых писателей. Разговор вертится вокруг стихотворного образа вокруг иммажинизма в газете «Советская страна» только что появился манифест, подписанный Есениным, Шершеневичем, Рюриком, Ивневым и мной. Австрийский министр иностранных дел Актакар Чернин передает в своих островных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске во время мирных переговоров. «В случае, если революция в России будет сопровождаться успехом», говорил дипломат императора Карла, «то Европа сама не замедлит присоединиться к его образу мыслей. Но пока уместен самый большой скептицизм, и поэтому я категорически запрещаю всякое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Господин Иоффе пишет далее Чернин, посмотрел на меня своим мягкими глазами, а потом произнес дружественным и почти просящим тоном. «Я все же надеюсь, что нам удастся устроить и у вас революцию». Вот Есенин смотрел, мягко и говорил, почти умоляюще. После одной из бесед об иммаженизме, когда Пимен Карпов шипел, как серная спичка, зажженная о подошву, а Петр Орешин не пожалел ни родителей, ни душу, ни Бога, Есенин молча от шага в квартал по Тверской сказал. Жизнь у них была дошлая, Петька в гробах спал, Пимен лет десять зависть свою жрал, ну и стали как псы, которым хвосты рубят, чтобы заляшки кусали. В комнате у нас стоял свежий морозный воздух, Есенин на сфере пел, а талантишка то на пятачок сопливый. Ты попомни, Анатолий, как шавки за мной пойдут, подтягивать будут. Ту же зиму прислал Есенину письмо и Николай Клюев. Письмо сладкоречивое на патоке и елее, но в патоке Клюевской был яд не пименовскому чита и желчь не орешенская. Есенин читал и перечитывал письмо, к вечеру знал его на зубок от буквы до буквы, желтел, молчал, ступил брови и в гармошку собирал кожу на лбу. Потом три дня писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя ее разными сторонами и на всякий манер, словно тихлистский духанщик над огнем деревянной палочки с кусками молодого барана. Выволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был также пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас Миколушкин сокол ясный. Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющий и попечительствующий словеса Клюева. Долго еще по привычке критика подливала масло в огонь, величая Есенина меньшим клюевским братом. А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую рубашку, так любил называть он стихотворную форму. После одной подобного рода рецензии Есенин побежал в типографию рассыпать набор своего старого стихотворения с такими двумя строками. Апостол нежный Клюев нас на руках носил, но было уже поздно, машина выбрасывала последние листы. Ещё об есенинском обхождении с человеком. Было у нас, у имуженистов в годы военного коммунизма издательство своё, книжная лавочка из той лаппингаса. Из-за всего этого бегали мы немало по разным учреждениям, по наркомам, московский совет. Об издательстве лавочки из той поподробнее расскажу ниже. Как никак связано с ними немало наших дней мыслей, смеха и огорчений. А сейчас хочется ещё несколько черточек добавить, пятнышек несколько, не пятнающих, но и не льстивых, только холодная чужая рука предпочтёт белила и румяна остальным краском. Об хождение слота какое хорошее. Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, первоначальному его смыслу. В многовековом хождении затрепались слова, на одних своими языками вылезало время прекраснейшие метафорические фигуры, на других звуковой образ, на третьих мысль тонкую и насмешливую. Может быть от такого прислушивания к нутру всякого слова и пришел Есенин к тому, что надо мое человека обхаживать. В те годы заведующим центром печати был чудесный человек Борис Федорович Малкин. До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку «Чернозем». Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом, притащил к нему тетрадочку своих стихов. на центре печати зиждилось все благополучие нашего издательства. Борис Федорович был главным покупателем оптовым. Сидим как-то у него в кабинете. Есенин на руках мнет заказ. Требовалось на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами, что колики под ребро. Одного слова и мы женист пугались, а не только что наших книг. Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами Бориса Федоровича я не видел других глаз и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И, наконец, весьма хитро, придя в совершеннейший восторг, от административного гения Малкина восклицает, а знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют. В те годы никаких медалей еще не существовало и ордена не превращали человека в рождественскую елку. А такой есенинской высокой награды добрейший Малкин добрел еще больше. Глядишь, и подписан заказ на новое полугодие. Есенин же, сообразив немедленно наивное обаяние своего трюка, припрятал его в памяти на подходящий случай жизни. А так как случаев подобных благодаря многочисленным нашим предприятиям представлялось немало, брови. и раздача есенинских медалей шла бойко. Как-то недельки через четыре после того, выйдя из кабинета Малкина, я сказал сердито Есенину, сделай, милый Сережа, брось ты, пожалуйста, свою медаль. Ведь за какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь. Есенин сдвинул брови. «Оставь! Оставь! Не учи!» К слову, лицо его очень красили темные брови. Напоминали они птицу, разрубленную пополам, в ту и другую сторону по крылу. Когда сердясь сдвигал брови, срасталась широко разрубленная темная птица. А когда в Московском Совете надо было нам получить разрешение на книжную лапку, Есенин с Каменевым говорил на оланецкий клюевский манер, округляя о и по-мужицки на ты. «Будь милостив, отец родной, Лев Борисович, ты уже это сделай». К отцу, к матери, к сестрам, обретающимся тогда в селе Константино-Верезанской губернии, относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от тяжелой клади. Денег к деревне посылал мало, скупо и всегда при этом злясь и ворча, никогда по своему почину, а только после настойчивых писем, жалоб и уговоров. Иногда из деревни прижал отец, робко говорил про нужду, про недороды, про плохую картошку, сгнившее сено, крутил реденькую конопляную бородку и вытирал грязной трапицей слезящиеся красные глаза. Есенин слушал речи отца недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие солнечные дни во время сенокоса, о картошке, которая почему-то у всех уродилась, кроме его отца, об урожае Рязанской губернии, нехти плохом. Чем больше вспоминал, тем больше сердился. Знать вы там ничего не желаете, а я вам что, мошна, сдохну, поплачьте о мошне, а не по мне. Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет, страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали и беспокоиться, как бы в сапоге на отрезанной ноге не пропали спрятанные двадцать рублей. Все вы там такие. Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размахрябленную рогожку и молчал. Под конец Есенин давал деньги и поскорей выпроваживал старика из Москвы. После отъезда начинал советоваться, как быть с сестрами, брать в Москву учиться или нет. Склонялся к тому, чтобы сейчас погодить, а может быть и насовсем оставить в деревне. Пытался в этом добросовестно убедить себя. Выдумывал доводы, в которые сам же не верил. Разводил философию по гамсоновскому пану о счастье на природе и с землей, о том, что мало не радости трепать юбки по панелям и делать аборты. Пусть уж лучше хлеб чистят, да детей рожают. сам же бесконечно любил и город и городскую культуру и городскую панель и шарканную и заплеванную. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константинова, собрался прожить там недели полторы, а предсказал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став барышнями, они не обобычнили его фигуры. Для цилиндра с мокингой черной крылатки, о которых тогда он мечтал, каким превосходным контрастом должен был послужить зипун и цветистый ситцевый платок на сестрах, корявая саха отца и материн подойник. В памяти один пожар в Нижнем. Горели дома по съезду. Съезд крутой. Глядишь, и как это не сковырнутся домишки под глиняной пяткой съезда в вонючем грязном обраге болчук, ларьки, ловчонки, магазинчики со всякой рухлядью, большие страсти и копеечная торговля. Когда вспыхнул съезд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понес ее к болчугу, огромная черная толпа, глазеющая на пожар, дрогнула. Несколько поводов стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм, желтые перчатки, желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца. Но глаза, рот и бритые мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими. Тут уже не проведешь никакими аглицкими материалами, никакими перчатками, пусть даже самыми желтыми в мире. Стоял он, как монумент из серого чугуна, и на пожар то глядел по-монументовски сверху вниз, потом снял шляпу и заложил руки за спину. Смотрю, совсем как чугунный Пушкин на Тверском бульваре. Вдруг кто-то шепотом произнес его имя, оно обижало толпу, и вот тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем. Люди отворачивались от пожара, заглядывали бесцеремонно, ему в глаза тыкали пальцем в его сторону и перешептывались. Несколькими часами позже я встретил мой монумент на Большой Покровке, главной Нижегородской улиц. Несколько кварталов прошел я по другой стороне, не спуская с него глаз, а потом месяца три подряд писал штук по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда и в мою сторону стану тыкать бесцеремонным пальцем. Прошло много лет. Держась за руки мы бежали с Есениным по Кузнецкому мосту. Вдруг я увидел его. Он стоял около автомобиля, опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки, опять похожие на иностранца, с нижегородскими глазами и бритыми, мягко округляющимися нашими русопетовскими скулами. Я подумал, хорошо, что монументы не старятся. так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпы и шуршали языками «Шаляпин!» Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки, на желтоватых матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся от ревности, от зависти, от восторга голосом «Вот так слава!» И тогда на Кузнецком мосту я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет в жертву свою жизнь. Было и такое. Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле. Есенин, скульптор Сергей Каненков и я. Каненков предложил заехать за молодыми шаляпинами. Федор Иванович тогда уже был за границей. Есенин обрадовался предложению. Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснущую девочку. Всю дорогу говорил и ласковые слова и смотрел нежно. Вернулись мы усталые и измученные. Часов пять летали по ужасным дорогам Подмосковья. Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо «Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось Есенин и Шаляпина, а? Жениться, что ли?» Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам в неописуемом номере гостиницы «Европа», в вагоне «Малабуха». Словом, где, на чем и как попало. Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал Кусикову на Арбат, а я примастился на диване в кабинете правления знаменитого когда-то единственного в своем роде кафе поэтов. На Тверской, ниже немного Камергерского, помещалась эта колыбель славы. А кормилицей, выненчившей и выходившей немалую семью скандальных и знаменитых впоследствии поэтов, был толсторожий ростом с газетный киоск сибирский шулер и буфетчик Афанасий Степанович Нестеренк. Когда с эстрады кафе профессор Петр Семенович Коган читал двухчасовые доклады о революционной поэзии, убаюкивая бледнолицых барышень в белых из марли фарточках, вихрастых красноармейцев и грустных их дам, собезлюдившие к этому часу Тверской, когда от монотонного голоса соловели даже веселые забористые надписи на стенах кафе и подвешены к потолку рыжий Василия Каменского, тогда сам Афанасий Степанович Нестеренко подходил к одному из нас и, положив свою львиную лапу на плечо, спрашивал, «Как вы думаете, товарищ поэт, кто у нас сегодня докладчик?» Петр Семенович Коган. После такого неуместного ответа буфетчик громыхал, «Не господин Коганс, а Афанасий Степанович Нестеренко сегодня докладчик даст». «Из собственного кармана, извольте почувствовать, в такие дни нам не полагалось бесплатного ужина. Но вернемся к приключению. Оставшись ночевать в Союзе, я условился с Есениным, что поутру он завернет за мной, а там вместе на подмосковной даче к одному приятелю. Солнце разбудило меня раньше, весна стояла чудесно. Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголобе сперли. Погрустнел. Вспомнил, что бумажникам у меня было денег к обедам на пять, сумма изрядная. Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось. Вот сволочи! Захотел встать, исчезли ботинки. Вздумал не тянуть брюки, увы, натягивать было нечего. Так постепенно я обнаруживал одно за другой пропажи. Часы, бумажник, ботинки, брюки, пиджак, носки, панталоны, галстук. Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений. Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня, в чем мать родила в пустом запертом на тяжелый замок кафе. Сообщения наши с миром поддерживались через окошко. Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь? Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез. Потом придащил из Европы свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча есенинские брюки выше щиколоток, и фронтоватый же имел я в них вид. А когда мы сели в вагоне подмосковного поезда, в окно влетел горящий уголек из паровоза и прожег у меня на есенинских брюках дырку величиной с двух гривен. Есенин перестал смеяться и отсадил меня от окна, прикрыл газетой пиджак свой на мне. Потом стал ругать антанту, из-за которой приходится черт знает чем топить паровозы, меня за то, что сплю как чурбан, который можно вынести, а он не услышит приятеля уговорившего нас идиотов на какой-то черт тащиться к нему на дачу, а из дырки вершка натрия повыше колена выглядывал розовый кусочек тела. Я сказал, хорошо, Сережа, что ты не принес мне подштанников, а то бы и их прожег. Сидел я как-то в нашем кафе и будто зачарованный следил за носом Вячеслава Павловича Полонского, который украшал в эту минуту эстраду, напоминая собой розовый флажок на праздничной гирлянде. Замечательный нос у Вячеслава Павловича Полонского. Нет ему подобного по всей Москве. Под стеклом на столике в членской комнате СОПО хранилась карикатура художника Мака. Нарисован был угол дома из-за угла нос и подпись за пять минут до появления Полонского. Я подумал, а ведь даже и Мейрхольдовский нос короче без малого на полвершка несправедливо расточает природа свои дары. В эту самую минуту я получил толчок под ребро и вышел из-за цепенения. Рядом стоял Есенин. Скоси вниз куда-то глаза он произнес «Познакомься, Толя, мой первейший друг Моисей». Потом чуть слышно мне на ухо «Меценат». О меценатах читывал я во французских романах, в собрании старинных анекдотов о жизни и выдумках российских чудаков, слышал от одного обветшалого человека о черном лебеде Рябушинского в журнале «Золотое руно», издававшемся по его прихоти на необыкновеннейшей бумаге с прокладками из тончайшей папиросной золотыми буквами и на нескольких языках сразу, а в сущности и одного отечественного языка для золотого руна слишком много, так как не было у него других читателей, кроме самих поэтов удостоенных золотых букв. Но чтобы живого мецената, да еще в дни военного коммунизма, да в красной Москве, да вдобавок такого, который на третью минуту нашего знакомства открутил у меня жилетную пуговицу, нет, о таком меценате не приходилось мне грезить ни во сне, ни наяву. Был он пухленький, кругленький и румяненький, как молодая картошка, поджаренная на сливочном масле. На голове нежный цыплячий пух. Их фамилия всячески имела с завода под Москвой, под Саратовом, под Нижним и во всех этих городах домищи, дома и домики. Ростом же так мал, что ставило мне подняться слегка на цыпочки, а ему чуть подогнуть коленки и прошел бы он промеж моих ног, как под триумфальной аркой. Позднее, чтобы не смешить людей, никогда не ходили мы с ним по улицам рядом. Всегда ставили Есенина посередине. Еще примечательнее была его речь. Шипящие звуки он произносил как свистящие, свистящие как шипящие, горловые как носовые, носовые как горловые. Краткие удлинял, долгие укорачивал. А что касается доударений, то здесь уже не было никаких границ его фантазии и изобретательности. И при всем этом обожал латинских классиков, новейших поэзию и певца Фелиции Державина. Сидя спиной на кресле, никогда я не видел, чтобы сидел он тем местом, которое для сидения предназначено природой. Любил говорить. Короли были не так глупы, когда окружали себя поэтами. Сережа, прочти березку. Устав мотаться без комнаты мы с Есениным перебрались к нему в квартиру. Позле номера в Европе инквизиторского дивана в Союзе ночевок у приятелей на стульях, составленных и расползающихся под тобой во время самого сладкого сна, наконец у приятельниц, которым были холодное сердце, его мягкие волосяные матрацы, простыни тонкого полотна и пуховое одеяло примирили нас со многими иными неудобствами вытекающими из его нежной к нам дружбы. Помимо любви к поэзии он страдал еще от преувеличения своих коммерческих талантов, серьезно считая себя несравненным комбинатором дельцом с самой новейшей формацией. Есенин искуснейший виртуоз по игре на слабых человеческих струнах поставил себе твердую цель раздобыть у него денег на иммаженистское издательство. Начались уговоры долгие, настойчивые, соблазнительные. Есенин рисовал перед ним в сытинскую славу, память в истории литературы как о новом смердене и трехсотпроцентную прибыль на вложенный капитал. В результате в конце второй недели уговариваний мы получили 12 тысяч керенскими. В тот достопамятный день у нашего капиталиста обедал старый человек в золотых очках. Не так давно он еще был самым богатым евреем в России. Теперь же не комбинировал, не продавал своих домов, реквизированных советской властью и не помещал денег в верные дела с трехсотпроцентной прибылью. Наш друг, покровительственно похлопывая его по коленке, говорил «В отставку вам, Израиль Израилевич, что же делать, если уже нет коммерческой фантазии?» И тут же рассказал, как вот он новейший реформации человек сейчас проделал комбинацию с таким коммерчески безнадежным материалом, как два поэта. Почему не заработать двадцать четыре тысячи на двенадцать? Как говорит русская пословица, у пташечки не болит живот, если она даже помаленьку клюет. Умный старый еврей поблескивал золотыми очками, поглаживал седую голову и мягко улыбался. Месяца через три вышла первая книжка нашего издательства. Мы тогда жили с Есениным в Богословском, в Ахрушинском доме, в собственной комнате. Неожиданно на пороге появился меценат. Есенин встретил его с распростертыми объятиями и поднес совсем свежую, вкусно попахивающую типографской краской книжку с трогательной надписью. Тот поблагодарил, расцеловал и попросил 36 тысяч. Есенин обещал через несколько дней лично занести ему на квартиру. Недели через три у нас вышел сборник. И снова на пороге комнаты мы увидели мецената. Ему немедленно вручили вторую книгу с еще более трогательной надписью. На сей раз он соглашался простить нам 12 тысяч и заработать всего каких-либо 100%. Есенин крепко пожал ему руку и поблагодарил за широту и великодушие. Перед Рождеством была третья встреча. Он поймал нас на улице. Мы шли зеленые злые, третьи сутки питались мукой, разведенной в холодной воде и слегка подсахаренной. Лейстер замазывал глотку, ложился комом в желудке, а голода не утолел. Крепко держа обоих нас за пуговицы, он говорил, «Ребята, я уже решил, мне не надо ваших прибыли, возьмите себе ваши 24, а я возьму себе свои 12». что по рукам и мы ударились своими холодными ладонями по его теплой. А последнюю встречу не хотел и вспоминать. Стоял теплый мартовский день, болтая ногами мы тряслись на ломовой телеге, переправляясь типографией в центре печати 5000 экземпляров новой книги. Вдруг вынырнул он. Разговор был очень короткий. Есенин нехотя слез с книжных кип, я последовал его примеру, телега свернула за угол и вместо центра печати поехала в Камергерский переулок топить стихами его замечательную мраморную ванну. У меня неприятность щекотала в правой ноздре, я старался уверить себя, что мне очень хочется чихнуть. Было бы малодушно подумать другое. На прощание круглый человечек с цыплячьим пухом на голове мне напомнил. А ведь я, Анатолий, знал твоего папу и маму. Они были очень, очень порядочные люди. Я взглянул на Есенина. Когда телега с нашими книгами скрылась из виду, с его ресниц упала слеза, тяжелая и крупная, как первая дождевая капля. Вчера я перелистывал Чехова. В очаровательном крыжовнике я наткнулся на купца, который перед смертью приказал подать себе тарелку меда и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Над большим театром четыре коня взвелись на дыбы, рвут вожжи и мускулы на своих ногах. И все без толку. Толстоколонной домище недвижим. Есенин посмотрел вверх. А ведь мы с тобой в роте этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжейше Большого театра. И он в третий раз стал перечитывать статейку в журнале. Статейка последними словами поносила Есенина. Где полагается стояла подпись Олег Леонидов. Я взял из рук Есенина журнал, свернул его в трубку и положил в карман. О Пушкине и Боротынском тоже писали, что они прощинно коже вдовствующей российской литературы. Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах. Худое и лесное. Ради десяти строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного конца Москвы в другой. Пишущих или говорящих о нем плохо, как о поэте, считал своими смертельными врагами. В одном футуристическом журнале в 1918 году некий Георгий Гайер разнес Есенина. Статья была порядка принципиального. Урбанистические начала столкнулись с крестьянскими. Футуристические позиции тех времен требовали разноса. Года через два Есенин ненароком обнаружил под Георгием Гайером Вадима Шершеневича и жестким стал к Шершеневичу как сухарь и отдувался и звел словесного масла великое множество, пока сухарь подмяк с верхушки. А по существу так до конца своих дней не простил он от полного сердца Шершеневича его статьи. Рыча произносил Георгий Гайер. Стояли около Метрополя и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами художник Дид Ладо. Куда Дид? В Петербург. Бросились к нему во весь дух. На лету вскочили догнав клячонку. Как едешь-то? В Ульмановском вагоне в отдельном купу красного бархата. С кем? С комиссаром. Страшнейший. Пистолетами и кинжалами увешан башка, штабритая свекла. По паспорту Дида было за пятьдесят, по сердцу восемнадцать. Англичане хорошо говорят, костюму столько времени, насколько он выглядит. Дид с нами расписывал страстный монастырь, переименовал улицы, вешал на шею чугунному Пушкину плакат. Я с имажинистами. Сопо читал доклады по мордографии, карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми. Есенин Вятка, Шершеневич Орловский, я Гунтер. Глаз у Дида был верный. Есенина в домашнем быту так и звали мы Вяткой. Дид, возьми нас с собой. Без шапок-то, а на кое ни черт. Если самому восемнадцать, ты чего возражать? Деньжонки-то есть? Не в Америку едем. Валяй, садись. Поехали к Николаевскому вокзалу. На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар. Глаза у комиссара круглая и холодная, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета. Я шепнул Диду на ухо «Эх, не возьмёт нас свёкла». А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над наганом, восхищался сталью камкасской шашки и малиновым звоном шпор. Один кинорежиссёр ставил картину из еврейской жизни. В последней части сцене погрома должен был на крупном плане плакать горькими слезами малыш лет двух. Режиссёр нашёл очаровательного мальчугана с золотыми кудряшками. Началась съёмка, вспыхнули Юпитеры, почти всегда дети, пугаясь сильного света, шипения, чёрного глаза аппарата и чужих дядей начинает плакать. А этому хоть бы что. Мордашка весёлая и смеётся во всё горлышко. Пробовали и то, и сё, малыш ни в какую. В оператор опустились руки. Тогда мать неунывающего малыша научила расстроенного режиссёра, вы, товарищ, скажите ему, Мойшенька, сними башмачки, очень он этого не любит и всегда плачет. Режиссёр рассказал и павильон огласился пронзительным писком. Ручьём полились горькие слёзы. Оператор завертел ручку аппарат. Вот и Есенин, подобно той матери, замечательно знал для каждого секрет Мойшенькиных башмачков, чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу. Отсюда его огромное обаяние, обычно любят за любовь. Есенин никого не любил и все любили Есенина. Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург и спали на красном бархате и пили кавказское вино хозяина вагона. В Петербурге весь первый день бегали по издательству. Во всемирной литературе Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своей обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами. В этом много чистоты и большая человеческая правда. На второй день в Петербурге пошел дождь. Мой пробор блестел, словно крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени. Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам без ордера шляпу. В магазине по счету десятым краснощекий немец за кассой сказал, без ордера могу отпустить вам только цилиндры. Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку. А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза и рисники гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы. Вот правдивая история появления на свет легендарных единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами. К осени стали жить в Бахрушинском доме. Пустил нас на квартиру Карп Карпович Коротков, поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата. Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам. Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах. Тем не менее, расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович. Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала, оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича бездарственной надписи. Риск был немалый. В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенку неделями кормили собой вшей в людяных вагонах. И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало. Комната у нас была большая, хорошая. Силы такой не найти, которая бы вытрясла из нас, россиян, губительную склонность к искусству. Ни тифозная вошь, ни уездной кисельной грязи по щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо. Можно сказать, тонкие натуры. Возвращаясь поздней ночи от приятеля, в небе висит туча вроде дачного железного рукомойника с испорченным краном. Льет проклятый дождь без передыха, без роздыха. Тротуары Тверской черные, лоснящиеся, совсем как мой цилиндр. Собираюсь вернуть в Казицкий переулок. Вдруг с противоположной стороны слышу «Иностранец, стой!» Смутил простаков цилиндр и Делосовское широкое пальто. Человек пять отделилось от стены. Жду. Гражданин иностранец, ваше удостоверение личности. На голый клячик ковылял извозчик по расковыренной мостовой. Глянул в нашу сторону и ну нахлёстывать своего буцифала. А тот не будь дурак стреканул карьером. У кафе Лира подремывал сторож. Смотрю шмык он в переулочек и будьте здоровы. Ни живой души, ни бездомного пса, ни тусклого фонаря. Спрашиваю, по какому товарищу праву вы требуете у меня документ? Ваш мандат. Мандат? И парень в студенческой фуражке с лицом подмятым, как невзбитой после ночи подушка, помахал перед моим носом пистолетиной. Вот вам гражданин и мандат. Может быть от меня требуется не удостоверение личности, а пальто? слава тебе господи, догадался. И слегка помогая разоблачиться, парень с помятой физиономией стал сзади меня, как швейцар в хорошей гостинице. Я пробовал шутить, но было не очень весело. Пальто только что сшил хороший фасон и добротный английский драп. Помятая физиономия смотрела на меня меланхолический. И когда с полной безнадежностью я уже вылезал из рукавов, на выручку мне пришла та самая, не имеющая предела в любовь россиян к искусству. Один из теплой компании, пристально вглядевшись в мое лицо, спросил, а как гражданин будет ваша фамилия? Марингов. Анатолий Марингов? Приятно пораженный обширностью своей славы я повторил с гордостью Анатолий Марингов, автор Магдалины. В этот счастливый и волшебнейший момент моей жизни я не только готов был отдать им Делосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые ботинки, шелковые носки и носовой платок. Пусть дождь, пусть не совсем принято возвращаться домой в подштанниках, пусть нарушено равновесие нашего бюджета, пусть, тысяча раз пусть, но зато какая сложная, лакомая и обильная жратва для чистолюбия, этого прожорливого фольстафа, которого мы носим в своей душе. Должен ли я говорить, что ночные знакомцы не тронули моего пальто, но главарь, обнаруживший во мне Марингов, рассыпался в извинениях, что они любезно проводили меня до дому, что, прощаясь, я крепко жал им руки и приглашал в стойло Пегаса послушать мои новые вещи. А спустя два дня еще одно подтверждение тонкости российских натур. Есенин шел к сапожнику. Надо было положить новые подметки. Сапожник сказал божескую цену. Есенин, не торгуясь, оставляет адрес, куда доставить. Богословский 3 46 Есенину. Сапожник сплескивает руками. Есенину! И в восторженном порыве сбавляет цену наполовину. А вот из истории, правда, ситуация несколько иная, но тоже весьма примечательная. 1917 год. В Гатчине генерал Краснов, командующий войсками Керенского, заключает бесславное для себя соглашение с большевистскими отрядами. Входит адъютант Керенского и Лев Давидович Троцкий. Вслед за ними казаченок с винтовкой казаченок уцепился за рукав Троцкого и не выпускает его. Троцкий обращается к Краснову. Генерал, прикажите казаку отстать от нас. Краснов делает вид, что не знает Троцкого в лицо. «А вы кто кто такой?» «Я Троцкий». Казаченок вытягивается перед Красновым. «Ваше превосходительство! Я поставлен стеречь господина офицера, адъютанта Керенского. Вдруг приходит этот еврейчик и говорит «Я Троцкий, идите за мной!» «Я часовой, я за ними!» «Я его не отпущу без разводящего!» «Ах, как глупо!» бросает Троцкий и уходит хлопнув дверью. А ведь генерал Краснов обращается к столпившимся офицерам с фразой «Достойной бессмертия!» Он говорит «Какая великолепная сцена для моего будущего романа!» «Россияне, россияне!» Тут безвозвратный закат генеральского солнца, поражение под Петербургом, «Судьба России!» А он командующий армией, правда, в две роты и девять казачьих санет, но все же решающий быть или не быть, толкует о сцене для романа, а? Как вам это понравится? В те дни человек оказался крепче лошади. Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей. Мы с Есениным шли по Мясницкой. Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных Ворот. Против паштамта лежали две раздушиеся туши, черная туша без хвоста и белая со скаленными зубами. На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый рисник в коричневом котелке на белобрысовой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканем. Второй тушем гладала собака. Протрусивший мимо извозчик вытянул ее кнутом. Из дыры, над которой некогда был хвост, собака вытащила длинную и узкую как отточенный карандаш морду. Глаза у нее были недовольные, белая морда окровавлена до ушей, словно в красной полумазке. Собака стала вкусно облизываться. Всю обратную дорогу мы прошли молча, падал снег. Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на столье. В комнате было ниже нуля, снег на шубах не таял. Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас. В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели. У девушки были большие голубые глаза. Грелка немало принесла радости. Когда садились за стихи и запирали комнату, дважды повернув ключ в замке и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток. Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» о нас. А у него в доме Нернзе в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял наколовших снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек. Попробуй согнуть и сломаются. Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться. И мы совершали преступление против революции. Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли «Есенинские кобыльи корабли» замечательную поэму о рваных животах кобыл с черными парусами воронов. О солнце стынувшем, как лужа, который на пруде умерен, о скачущей по полям стужи и о собаках, сосущих голодным ртом край зари. Много сих пор утекло воды. В Бахрушинском доме работает центральное отопление. В доме Нернзея газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут. А Есенин на другой день после смерти догнал славу. В академическом издании третья главка кобыль их кораблей заканчивается строками. Злой октябрь осыпает перстни с коричневых рук берез. Первоначально было «Славься тот, кто оденет перстень обручальной овце на хвост». Так еще печатали в Харчевне Зорь. Есенин очень боялся зыбкости в построении фразы. Слово «обручальный» размер загнал не в ту строку. Оно плавало, темня смысл и требуя переделки. Перемытарство в немалую толику часов приемной Московского Совета наконец получили мы от Ольва Борисовича Каменева разрешение на книжную лавку. Две писательские лавки уже существовали. В Леонтьевском переулке торговали Асаргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходосевич, профессор Бердяев и еще кто-то из старого союза писателей. Фирма была солидная, хозяева в шевелюрах и собственным местом на полочке истории российской изящной словесности. Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиления, точь в точках стародревние солопницы от чудотворной Иверской. В Камергерском переулке за прилавками стояли Шершеневич и Кусиков. Шершеневич все делает профессионально стихи, театры, фельетоны, профессионально играет в теннис, в покер, влюбляется, острит, управляет канцелярией и говорит, но как говорит. Торговал он тоже профессионально. посетителей своего магазина делил на покупателей и покупателей. А вот содержатель буфета в стойле Пегаса Анатолий Дмитриевич Силин разбивал без всякой иронии посетителей кафе на несерьезных и серьезных, относя к несерьезным, сил пишущую, изображающую и представляющую братью, словом, пустых на языке шпаны, а к серьезным сухаревцев, охотно-реадцев, смоленскорымцев, отъявленных казнокрадов и непрещученных налетчиков с их веселыми подругами. Получив от каменево разрешение на магазин, стали мы с Есениным рыскать по городу в поисках за помещением и за компаньонами. В кармане у нас была вошь на Аркане, для открытия книжной лавки кроме нее отребывался еще такой пустяк, как деньги и книги. Помещение на Никитской взяли с бою. У нас был ордер. У одного старикашки из консерватории помещение в консерваторском доме. Ключи. В софт-департаменте нас предупредили, раздобудите ключи, магазин ваш, не раздобудите, судом для вас отбирать не будем. А старикашка, имейте ввиду, злостный и с каким-то мандатом от Анатолия Васильевича Луначарского. Принялись дежурить злосчастного старикашку у дверей магазина. На четвертые сутки, тряся седенькими космами, ставил он ключ в замок. Тычит меня есененбог, заговаривай со старикашкой. Заговаривать? И глаза у меня полезли на лоб. Боюсь вихрастых. Да и о чем я с ним буду заговаривать? Хотя грыжи у кобеля растяпа. Второй толчок был убедительнее первого, и я не замедлил снять шляпу. Извините меня, сделайте милость, но видите ли, обязали бы очень, если бы о Шуберте или, допустим, о Шопене соблаговолили в двух-трех словах. Что-с? Извольте понять, еще интересуюсь давно контрапунктом и, если я не надобрительно кивал головой, и бемолями бухнул. Ключ в замке торчал только то короткое мгновение, в которое космочки сочувственно протянули мне свою руку. Готово, буркнул Есенин. Злостный старикашка пронзительно завизжал и ухватил его за пол шубы, в кармане которой уже покоился ключ. Есенин сурово отвел его руку и, вытащив из бумажника ордер, ткнул ему в нос фиолетовую печать. В тот день спустили мы на воду утлая суденышка нашего благополучия. За компаньонами дело не стало. Самую суету со спуском утлого суденышка нагрянули к нам на богословские гости. Из Орла приехала жена Есенина Зинаида Николаевна Раих привезла она с собой дочку, надо же было показать отцу. Танюшке тогда года еще не минул. А из Пензы завелся наш закадычный друг Михаил Малабух. Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Малабух и нас двое шесть душ в четырех стенах. А вдобавок Танюшка, как в старых писали книжках, живая была живулечка, не сходила с живого стулечка, с няниных колен к Зинаиде Николаевне от нее к Малабуху, от того ко мне. Только отцовского живого стулечка ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость, все попусту. Есенин не на шутку сердился, не в шутку считался, это кознями райх. А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца. И рядом примастилось смешное, не успели еще вытащить из мешка мясных и мучных благ, как Малабух спросил, а знаете ли, ребята, почем в Пензе соль? Почем? Семь тысяч? Неужто? Вам говорю. Часа через два пошли обедать. В газетном переулке у Надежды Робертовны Адельгейм имелся магазинчик старинных вещей. В первой комнате стояла шифоньерка красного дерева и пыльная витрина. Под тусклым стеклом на ветертом бархате табакерка, две-три камеи и фарфоровые чашки семидесятых годов, которая треснута, которая с отбитой ручкой, которая без блюдца. А во второй задней комнате очаровательная Надежда Робертовна кормила нас обедами. За кофе Малабух опять спросил, а знаете ли, почем в Пензе соль? Почем? Девять тысяч. Ого! Вот тебе и ого! Вечером Танюшкина няня соорудила нам самовар. Ставила самовар забором. Теперь дело прошлое, могу признаться, во дворе нашего дома здоровеннейшие тополя без всякого резона были обнесены изгородью. Мы с Есениным лежа как-то в кровати, свернувшись от холода в клубок, порешили, нечего изгороди стоять без толку вокруг тополей. Не такое нынче время. И начали самовар ставить забором. Если бы не помогли соседи, хватило бы нам его на всю революцию. Вечер, о котором повествую, мы пиршествовали пензенской телятиной, московскими эклерами, орловским сахаром и белым хлебом. Посолив телятину в лабах раздумчиво задал нам тот же вопрос. А вот почем смекаете соль в пензе? Ну, а почем одиннадцать тысяч? Есенин посмотрел на него смеющимися глазами и, как ни в чем не бывало, обронил. Да, за один только сегодняшний день на четыре тысячи подорожало. И мы залились весельем. У Малабуха тревожно полезли вверх скулы. Как так? Очень просто, утром семь, за кофе у Адельгейм девять, а сейчас к одиннадцати подскочил, и залились заново. С тех пор стали мы прозывать Малабуха почем соль. Парень, он был чудесный, только рассеянности невозможны, и памяти скоротечной. Рассказывая об автомобиле, бывшем в его распоряжении на Германском фронте, всякий раз называл новую марку и другое имя шофера. За обедом вместо водки по ошибке наливал рюмку воду из стоящего рядом графина. Залихватский опрокинул рюмку, крякал и с причмоком закусывал селедкой. Скажешь ему, Мишук, чего крякаешь, что? Чего спрашиваю, крякаешь? Хороша, то-то хороша, отварная небось, водичка-то. Тогда он невообразимо серчал, подолго отплевывался и с горя в конец напивался до белых рис. А раз в вагоне ехали мы из Севастополя в Симферополь, вместо вина выпил полный стакан красных чернил. на последнем глотке расщухал, напугался до того, что, переодевшись в чистые сподники и рубаху, в благостном сосредоточении лег на койку отдавать Богу душу. Души не отдал, а животом промучился. Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил, любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне заправдышний или не друг? Чего болтаешь? А вот чего? Не могу я с Зинаидой жить. Вот тебе слово не могу. Говорил ей, понимать не хочет. Не уйдет и все, ни за что не уйдет. Вбила себе в голову, любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу. Скажи ты ей, Толя, уж так прошу, как просить больше нельзя, что есть у меня другая женщина. Что ты, Сережа? Ну, как можно? Ну, друг ты мне или не друг? Вот, а из петли меня вынуть не хочешь. Петля мне ее любовь. Толюк, милый, я похожу, пойду по бульварам к Москве, реке, а ты скажи, она непременно спросит, что я у женщины. С весны, мол, путаюсь и влюблен накрепко. Дай я тебя поцелуй. Зинаида Николаевна на другой день уехала в Орёв. В Риме во дворце Поли княгиня Зинаида Волконская устроила для русской колонии литературный вечер. Гоголь по рукописи читал ревизор. Народа было много, но к ужасу Волконской после первого действия половина публики покинула зал. Гоголь прочел второй акт и в зале стало еще просторнее. Та же история повторилась и с третьим. Автор мемуаров заключает, что только обвораживающей убедительности княгини удалось задержать небольшой круг самых близких и сплотить их вокруг угрюмого чтеца. Человеческая тупость бессмертна. Явились к нам в книжную лавку два студента шапки из собачьего меха, а из-под шуб синие воротники. Гляжу на носы юридические, так и есть, в обращении непринужденность и в словах препротивнейшая легкость. Желательно бы повидать поэтов Есенина и Марии Нгофа. У меня с детства беспричинная ненависть к студенческой фуражке. В старших классах гимназии, считая наших студентов тупее армейского штабс-капитана, мечтал высшее получить за границей. И разве не справедливо течение судеб русского студенчества, заполнявшего в годы войны школы прапорщиков и юнкерские училища, и ставшего доподлинными юнкерами и прапорщиками. В дни Керенского на полях Галиции они подставляли собственный лоб под немецкую пулю ради его одушевления нежелающих воевать солдат. Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, спросил первым словом «А где здесь плен? В октябре за стенами военных училищ они отстреливались до последнего патрона и последней пулеметной ленты, а в решительный час пошли в ледяной поход, сменив при Корнилове тыкинцев, с которыми тот бежал из Быховской тюрьмы. В пути к станицам генералу приходилось уговаривать своих казаков следующим образом «Расстреляйте сначала меня, а потом сдавайтесь большевикам. Я предпочту быть расстрелянным вами». А студентов и уговаривать не пришлось. Синие воротнички рылись в имаженистских изданиях и мы с Есениным шептались в углу «К ним в клуб выступать? Ну и к чертям! Не пойду, Сереж! Брось, Анатолий, пойдем! Неловко! А потом все-таки приятно студенты». На Бронной во втором этаже длинный узкий зал с желтыми окнами и низким потолком. Человек к человеку как книга книги на полке, когда соображаешь либо втиснешь еще одну, либо не втиснешь. Воротников синих воротников. И как это на третий год революции локотков они на тужурках своих не протерли? На эстраду вышел Есенин. Улыбнулся, сузил веки и по своей всегдашней манере выставил вперед завораживающую руку. Она жила у него одной жизнью со стихом, как некий ритмический маятник с жизнью часового механизма. Начал дождик мокрыми метлами чистить. Что-то хихикнуло в конце зала. И вняковый помет по лугам перефыркнулась от стены к стене и вновь хихикнуло в глубине. Плюйся, ветер, охапками листьев. Как серебряные пятачки присыпались мешки по первым рядам и тяжелыми целковыми упали в последних. Кто-то свистнул. Я люблю, когда синие чащи, как с тяжелой походкой валы, животами листвой хрипящими по коленкам марают. Слово стволы произнести уже не удалось. Весь этот ящик набитый синими воротниками и золотыми пуговицами орал, вопил, свистел и грохотал ногами о пол. Есенин по-детски улыбнулся, недоумевающе обвел вокруг распавшимися веками, несколько секунд постоял молча и, переступив с ноги на ногу, стал отходить за рояль. Я впервые видел Есенина растерявшимся на эстраде. Видимо, уж очень неожидан был для него такой прием у студентов. У нас были боевые крещения. На свист политехнического зала он вкладывал два пальца в рот и отвечал таким пронзительным свистом, от которого смолкала тысячеголовая беснующаяся орава. «Есенин набернул ко мне белое лицо. Толя, что это? Ничего, Сережа, студенты!» А когда вышли на бронную, к нам подбежала девушка. По ее пухлым щекам и по розовенько сдернутой пуговичке, что сидела чуть ниже бровей, текли в три ручья слезы, красные губошлепочки, схлипывали. «Я там была, я видела, товарища Есенин, товарища Марин, Гофф, вы, 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 девушке казалось, что прямо с бронной мы отправимся к Москве-реке искать удобные прорубки». Есенин взял ее за руки. «Хорошая, расчудесная девушка. Мы идем в кафе, слышите, в кафе, Тверская, 18, пить кофе и кушать Эклеры». «Правда?» «Правда?» «Честное слово, честное слово». Эту девушку я увидел на литературной панихиде по Сергею Есенине. Встретившись с ней глазами, припомнил трогательное наше знакомство и рассказал о нем чужому холодному залу. «Знаешь ли ты, расчудесная девушка, что Есенин ласково прозвал тебя мордоворотиком, что любили мы тебя и помнили во все годы?» «Пропадает, малый, смотреть не могу, плакать хочется, ведь люблю ж я его, стервица. Понимаешь, ты всеми печенками своими люблю». «Да кто пропадает, Сережа, о чем говоришь?» «О мешуке я тебе говорю, почем соль наша пропадает? Плакать хочется, Есенин стал пространно рассуждать о гибели нашего друга. И вправду бестолку текла его жизнь. Волновался не своим волнением, радовался не своей радостью. Дрыхнет сукин кот до двенадцати, прохлаждается, пока мы тут стих точим. Гонит за нами без чутья, как барбос за лесой, по типографиям в лавку книжную за чужой славой. Ведь на же тебе на страстном монастыре тоже намалевал Михаил Малабух. Это когда мы своими богоборческими стихами расписали толстые монастырские стены. Есенин сокрушенно вздохнул. И ни в какую раз зен таки служить не хочет. Звезды своей не понимает. Спрашиваю я его вчера, ведь ездил же ты, почем соль, в отдельном своем вагоне на мягкой рессоре, значит, может тебе советская Россия идти на пользу. А он мне не бенни мэ, плакать хочется. И чтобы спасти почем соль, Есенин предложил выделить его из нашего кармана. Суровая была мера. Больше всего в жизни любил почем соль, хорошее общество и хорошо покушать. То и другое во всей Москве мог обрести он лишь за круглым столом очаровательнейшей Надежды Робертовны Адельгейм. Как-то с карандашом в руках прикинул скромную цену обеда. Мы с Есениным порядком распечалились. Вышло, что за один присес каждый из нас отправлял в свой желудок по 250 экземпляров брошюрки стихов в 48 страниц. Даже для взрослого слона это было бы не чересчур мало. Часть, выделенная на обед почем с солей равнялась ста экземпляров. Приятное общество Надежды Робертовны было для него безвозвратно потеряно. В пять, отправляясь обедать, добегали мы вместе до угла газетного. Тут пути расходились. Каждый раз прощание было трагическим. У нашего друга словно костяные мячики прыгали скулы. Глядя с отчаянием на есенинскую калошу, он чуть слышно молил «Добавь, Сережа, уж вот как хочется вместе последний раз свиную котлетку Надежды Робертовны. Нет, нет, нет». Вслед за желтыми мячиками скул упочем Солин начинал прыгать верхняя губа и зрачки, черные мячики. Ах, почем Соль! Во время отступления из-под Риги со своим банным отрядом Земского Союза он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шоферов марки автомобилей, а в непогоду и ростепель ноет кости. Милый, почем Соль, давай же ненавидеть войну и обожать персонаж из-за анекдот. Ты знаешь, о чем я говорю? Мы же вместе с тобой задыхались от хохоты. Некий провизор крутил в аптеке пилюли и продавал клестиры. Война привезли его под Двинск и посадили в окоп. Сидит несолоно хлебавши. Бац, разрыв, бац, другой, бац, третий. Воронки мясо, камень, кость, тряпки, кровь и свинец. Вскакивает провизор и, размахивая руками, орет немцам «Сумасшедшие, что вы делаете? Здесь же люди сидят!» Но тебе, милый, почем соль не до анекдотов? Тебе хочется плакать и не смеяться. Мы, хамы, идем к Надежде Робертовне есть отбивные, на косточке, а тебя тоже, друзья, посылаем из жадности объешь нас, глотать в подвальчике всякую пакость. У самих, небось, животы болели от той дряни. Почем соль говорит почти беззвучно, одними губами, глазами и сердцем. Ну, Сережа, последний раз. У Есенины расплеснулись руки. Нет! Тогда зеленая в бекеши спина почем соль ныряла в ворот и быстро-быстро бежала к подвальчику, в котором рыжий с нимбом повар разводил фантасмагорь. А мы сворачивались за угол. Пусть его, пусть! Есенин чесал затылок. Пропадает ведь парень. Плакать хочется. За круглым столом очаровательная Надежда Робертовна, как обычно, вела весьма тонкий для хозяйки гостиницы разговор об искусстве, угощала необыкновенными слоеными пирожками и такими свиными отбивными, от которых почем соль чувствовал бы себя счастливейшим из смертных. Я вернул свою тарелку Надежде Робертовне. Она удивилась. Анатолий Борисович, вы больны? Половина котлета осталась нетронутой. Прошу помнить, что дело происходило в 1919 году. Нет, ничего. Жорж Якулов даже оборвал тираду в своих скачках и, вскинув на меня пушистые ресницы, сочувственно перевел глаз, похожий на косточку от черной слива, с моей тарелки на мой нос. «Тебе, Анатолий, надо либо в постель лечь, либо водки выпить». Есенин потрепал его по плечу. «Съедим, Жорж, по второй». «Можно, Сережа? Можно». «Можно». «Вот я и говорю, когда они сопляки еще цветочки в вазочках рисовали, Серов, простояв час перед моими скачками, заявил, я знаю, Жорж, ну так вот, милый мой, я уж тебе раз пятьдесят говорил, еще сто скажу, милый мой, что все эти французы, Пикассо, Матис и режиссеры там разные, Таиров с площадочками своими соломей всякие и гениальнейший мир, хольт, милый мой, все это мои скачки, скачки, да, ас, ведь бубновый валет, милый мой, у меня защемило сердце, ах, почем соль, в эту трагическую минуту, когда голова твоя, как факел, пылает гневом на нас, когда весь мир для тебя окрашен в черный цвет верломства, себелюбия и скаридности, когда померкло в твоих глазах сияние прекрасного слова дружба, обратившегося в сальный агарок, чадящий изменами и хладнодушием, в эту минуту тот, которого ты называл своим другом, уплетает вторую свиную котлету и ведет столь необыкновенные, столь неожиданные и столь зернистые, как любила говорить одна моя приятельница разговоры о прекрасном. Прошло дней десять, мы с Есениным, провожая «Почему соль» стояли на платформе казанского вокзала с серой мешочниками и грустью. Наш друг уезжает в Туркестан в отдельном вагоне на мягкой рессоре в сопровождении пома с наганом в желтой кобуре и секретаря в шишаке с красной звездой величиной с ладонь Ивана Поддубного. Обняв Малабуха, я говорю, «Дурында, благодари Сергуна за то, что на рельс у тебя поставил». Они целуются долго и смачно сдабривая поцелуй теплым матерным словом и кряком, каким только крякают мясники, опуская топор в кровавую бычью тушу. Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные, часами обсуждали, какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребинами глазами, черная железная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляя с неожиданным исходом. Чай мопили из самовара, вскипевшего на Николае угоднике. Не было у нас угля, не было лучины, пришлось нащипать старую икону, что смирнехонько висела в углу комнаты. Только почем соли казался пить божественный чай. Отодвинул соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушка он очень почитает, и что за такой чай годика три тому назад погнали бы нас по Владимирке. Есенин в шутливом серьезе продолжил. Не меняль по ветреному свею, потому ль песку, поведут с веревкою на шее полюбить тоску, а зима свирепела с каждой недели. После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты. Ванну мы закрыли матрацем, ложем, умывальник, досками, письменный стол. Колонку для согревания воды топили книгами. Тепло от колонки вдохновляло на лирику. Через несколько дней после переселения в ванной Есенин прочел мне. Молча ухает звездная звонница, что не лист, то свеча заре. Никого не впущу я в горницу, никому не открою дверь. Действительно, приходили зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами ванну обетованную. Вся квартира с завистью глядя на наше теплое беспечное существование устраивало собрание и выносило резолюции, требующие установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь. мы мы были неумолимы и твердокаменные. После Нового года у меня завелась подруга. Есенин супил брови, когда исчезал я под вечер, приходил Кусиков и подливал масло в огонь, намекая на измену в привязанности и дружбе, уверяя, что начинается так всегда со склонности легкой окончается, и напевал приятным своим маленьким и будто сердечным голосом обидно, досадно, до слез, до мучения. Есенин хорошо знал Кусикова, знал, что он вроде того чеховского мужика, который встретил крестьянина, везущего бревно, говорил тому, а ведь бревно-то и сухостое, трухлявое, рыбаку, сидящему с удочкой, в такую погоду не будет клевать. Мужиков засуху уверял, что дождей не будет до самых морозов, а когда шли дожди, что теперь все погниет в поле. И все-таки Есенина нервила и дергала Кусиковская обидно-досадно. Как-то я не ночевал дома, вернулся в свою ванну обетованной часов в десять утра. Есенин спал, на умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Я понюхал, ударила в нос сивухой. Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые красные веки. «Что это, Сережа? Один водку пил? Да, пил. И каждый день буду, ежели по ночам шляться станешь. С кем хочешь там хороводься, чтобы ночевать дома?» Это было его правило. На легкой любовь он был падок, но хоть в четыре или в пять утра оявлялся спать домой. Мы смеялись, бежит Вятков свое стоило. Основное в Есенине страх одиночества. А последние дни в Англитере он бежал из своего номера, сидел один до жидкого зимнего рассвета в вестибюле, потом стучал в дверь Устиновской комнаты, умоляя впустить его. Ванной обетованной мы все-таки не отстояли. Пришлось отступить в ледяные просторы нашей комнаты. Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Наваливали на себя гору одеял и шуб. Почетным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее теплотой тела. Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи. Есенин предложил поэтессе жалование советской машинистки с тем, чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель, пятнадцатиминутная работа, вырезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой. Дал слово, что во время всей церемонии мы будем сидеть к ней спинами, уткнувшись носами в рукописи. Три дня мы ложились в теплую постель. На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что она не намерена дольше продолжать свои службы. Когда она говорила, голос ее захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки. Глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на наших лаковых ботинках. В чем дело? Мы свято блюли условия. Именно! Но я не нанималась греть простыни у святых. А-а-а! Но было уже поздно. Перед моим лбом так бабахнула входная дверь, что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор. В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа политехнического музея, колонного зала, литературных кафе и клубов. Еще до эпатажа эмажинистов во времена инонии и преображения печать бросила в него этим словом, потом прицепилась к нему как к личке и стала повторять и вдавливать с удивительной методичностью. Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни. Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он впервые в стихотворной форме воскликнул «Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган». Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала «Хулигана!» Тогда совершенно трезво и холодно он решил, что это его дорога, его рубашка. Есенин вязал в один веник свои поэтические прутья и прутья быта. он говорил «Такая метла здоровша» и расчищал ей путь к славе. Я не знаю, что чаще Есенин притворял жизнь в стихи или стихи в жизнь. Маска для него становилась лицом и лицом маской. Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана». За ней книга того же названия и потом Москва Кабацкая «Любой хулиганы» и так далее и так далее во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов. Так Петр сделал Иисуса Христом. В окрестностях Кесарии Филипповой Иисус спросил учеников «За кого почитают Меня люди?» Они заговорили о слухах распространявшихся в галилейской стране Одни считали Его воскресшим Иоанном Крестителем другие Ильей Третий Иеремей или иным из воскресших пророк. Иисус задал ученикам вопрос «А вы за кого Меня почитаете?» Петр ответил «Ты Христос». Иисус впервые не отверг этого наименования. Убежденность простодушных учеников на которых не раз сетовал Иисус за малую просвещенность утвердила Иисуса в решении принести себя как Христа. Когда Есенин как-то грубо в сердцах оттолкнул прижавшийся к нему изодору Дункан, она восторженно воскликнула «Русская любовь!» Есенин, хитро пожевав бровями свои серые глазные яблоки, сразу хорошо понял, в чем была для Дункан лакомость его чувств. Невероятнейший чепухар, что искусство облагораживает душу. Сына и жена убийца Ирод, правитель Иудеи, ученик по эллинской литературе Николай Дамасков, одна из самых жестокосердных фигур, который только знает человечество. Однако архитектурные памятники Библоса, Баритоса, Триполиса, Птолемаиды, Дамаска и даже Афины Спарты служили свидетелями его любви к красоте. Он украшал языческие храмы скульптурой. Выстроенные при Ироде Аскалонские фонтаны, бани и антиохийские портики, шедшие вдоль всей главной улицы, приводили в восхищение. Ему обязан Иерусалим театром и гипподромом. Он вызвал неудовольствие Рима тем, что сделал Иудея спутником императорского солнца. Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, годы сердечного распада и ожесточенности. Как-то не дочитав стихотворение, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного, своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти обливающегося кровью Приблудного увезли в больницу. У кого-то вырвалось, а вдруг умрет. Непомощь в носе Есенин сказал, меньше будет одной собакой. Собственно говоря, зазря выдавали нам дивиденд наши компаньоны по книжной лапке. Давид Самойлович Айзенштадт, голова, сердце и золотые руки предприятия, рассерженно обращался к Есенину. Уж лучше, Сергей Александрович, совсем не заниматься с покупателем, чем так заниматься, как вы или Анатолий Борисович. Простите, Давид Самойлович, душа взбурлила. А дело заключалось в следующем. Зайдет в лавку человек и спросит, есть у вас Маяковского облака в штанах? Тогда отходил Есенин шага на два назад, узил щелочки глаза и презрительно обмерял ими, как аршином покупателя. А не прикажете ли милостивый государь, отпустить вам Натсона? Роскошно имеется у нас издание в парчевом переплете с золотым обрезом. Покупатель обижался. Почему же, товарищ Натсон? А потому, что я так соображаю, одна дрянь. От замены того этим не прибыли, не убытку в достоинствах поэтических. Переплетит жил господина Натсона несравненно лучше. Налившись румянцем, как анисово яблоко, выкатывался покупатель из лавки. Удовлетворенный Есенин, повернувшись носом к книжным полкам, вытаскивал из ряда поаппетитнее книгу, нежно постукивал двумя пальцами по корешку и отворачивал последнюю страницу. 320. Долго потом шевелил губой, что-то в уме прикидывая, и, расплывшись в улыбку, объявлял со счастливыми глазами. Если, значит, всю мою лирику в одну такую собрать, пожалуй, что на 320 потяну. Что? Ну, на 160. Цифрах Есенин был на прыжке гораст и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул, а ведь у меня на то ли женщин было тысячи три. Вятка не бреши, ну, триста, ого, ну, тридцать, вот это дело. Вторым нашим компаньоном по лавке был Александр Милентьевич Кожебаткин, человек, карандашом нарисованный остро отточенным и своего цвета. В Даганонские годы работал он в издательстве «Мусагет», потом завел собственную Альциону, коллекционировал поэтов пушкинской поры и вразрез всем библиофилам мира. Зачастую читал не только заглавный лист книги и любил не одну лишь старенькую виньетку, вековой запах книжной пыли и сентябрьскую желтизну бумаги, но и самого старого автора. Мелентич приходил в лавку, вытаскивал из лысого портфеля бутылку красного вина и, оставив досю Давида Самойловича разрываться с покупателями, распивал с нами вино в задней комнате. После второго стакана цитирует какую-нибудь строку из Пушкина, Дельвига или Боротынского. Откуда сие господа поэты? Есенин глубокомысленно погружается в догадку. Из Кусикова. Мелентич удовлетворен. Остаток вина разлит по стаканам. Он произносит торжественно. Мы ленивы и нелюбопытны. Больше всего в жизни Кожебаткин не любил менять носки. Когда он приходил в лавку мрачными и спрашивал нас, откуда сие господа поэты, мы уже знали, что дома по этому поводу он дал баталию. Его житейская мудрость была проста. Дело не уйдет, а хорошая беседа за бутылкой вина может не повториться. Еще при существовании лавки стали уходить картины и редкие гравюры со стен квартиры Александра Мелентьевича. Вскоре начали рядеть книги на полках. Случилось, что я не был у него около года. Когда зашел сердце у меня в груди поджало хвост и заскулило покойник в доме то же, что пустой книжный шкаф в доме человека, который живет жизнью книги. теперь у Кожебаткина дышится легче, описанные судебным исполнителем и проданные с торгов шкафы вынесены из квартиры. Когда мрачная процессия с гробом короля испанского подходит каменному эскуриалу и маршал стучит в ворота, монах спрашивает, кто там? Тот, кто был королем Испании, отвечает голос из похоронного шествия. Тяжелый ворот открывается перед говорившим мертвым телом. Монах в эскуриале обязан верить собственному голосу короля. Этикет. Когда Александру Милентьевичу звонят из типографии с просьбой немедленно приехать и подписать к печати срочное издание, а Жорж Якулова предлагает распить бутылочку, милый романтический этикет обязывает Кожебаткина верить в своей житейской мудрости, что не уйдет дело и свернуть в грузинский кабачок. А на завтра удвоенный типографский счет за простой машиной. В раннюю весну мы перебрались из Богословского в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрого, в Георгиевском переулке у Патриарших прудов. Быстров тоже работал в нашей лавке. Началось беспечальное житье. Крохотные комнатушки с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие обои, словно из деревенского сица, пузатый комод, классики в издании, приложения к Ниве, цветистых переплетах. Какая прелесть! Будто моя пенза, будто Есенинская Рязань. Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам, как у Христа за пазухой, раздобыл, шутник, горняшку. Красотке в феврале стукнуло девяносто три года. Барышня она, сообщил нам из осторожности. Предупредить просила. «Хорошо, хорошо, будем, Семен Федорович, девичьему ее стыду без упрек. Вот-вот. Звали мы барышню нашу бабушкой-горняшкой, а она нас одного черным, другого белым». Семену Федоровичу на нас жаловалась. Опять нони привел белый. «Да кого привел бабушка? Тьфу! Сказать стыдно. Должна знакомая свою бабушка. Тьфу! Тьфу! К одинокому мужчине бессовестной хоть бы меня барышня постыдилась. Или у вас, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал». «Какую муку, бабушка? Знал, что разговор идет про пудру? Смотреть тошно. Муку все на нос сыплет, и пол мне весь мукой с пакостью. Метешь, метешь!» Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимали пуговку звонка. А вдруг да и некому будет открыть двери? Лежит наша бабушка барышня бездыханным телом. Глядь нет, шлепает же кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая, и отляжет камешек от сердца до следующего дня. Как-то здорово нас обчистили, и шубы вынесли, и костюмы, и штиблеты. Не шуточное дело было в те годы выправить себе одежку обувку. Лежим в кровати чернее тучи. Вдруг бабушкина кряхтение на пороге. Смотрит она на нас лицом трагически. «А у меня салопу крали!» А Есенин в голос ей «Слышишь только! Из сундука приданное бабушкина выкрали!» И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушке стали кататься мы в смехе непристойнейшим для таких сугубо озлокозненных обстоятельств. Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартирки, тишина Георгиевского переулка и романтичность нашей домоправительницы располагали к работе. Помногу сидели мы за стихами, принялись оба за теорию иммажинизма. Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой Буяностров был издан Кожебаткиным к осени. Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии. Доморощенную развели науку, обнажая и обнаруживая диковинные по час образные корни и стволы в слове. Бывало, только продерешь сосновеки, а Есенин кричит. Анатолий, крыса! Отвечая заспанным голосом, грызть. А ну, производи от зерна, озера, зрак. А вот тоже хороший образ в корню. Рука, ручей, река, речь, крыло, крыльцо, око, окно. Однажды, хитро поведя бровью спросил, валяй, производи от сора. И, не дав пораскиснуть мозгами, проторжествовал сортир. Эх, ветка, да ведь сортир-то слово французское. Очень был обижен на меня за такой оборот дела. Весь вечер дулся. Казалось нам, что, доказав образный рост языка в его младенчестве, сделаем мы нашу теорию неоспоримой навечно. Поэзия, что деревенское одеяло, шито из множества пестроцветных лоскутов. А мы прицепились к одному и знать больше ничего не желали. Так один сельский поп прилепился со всем пылом своего разума к йоду. Несокрушимый возымел веру в целительность и все врачующие его благодать. Однажды матушка, стирая пыль со шкафчика сранила большую боржовную бутыль с йодом. Словно расплавленная медь разлилась по полу. Батюшка заголосил «Ах, Господи Иисусе! Ах, Господи Иисусе! Несчастье-то какое, Господи Иисусе!» И живым манером, скинув порты и задрав рясу, сел пышными своими ягодицами в лужи йода, приговаривая при этом, и чтоб добро такое, Господи Иисусе, не пропадало. Матушку тоже приглашал, садись и ты, Марфа Петровна, органами благодать впитывать. Смех смехом, а правота правотой. «Стою на Акуловой горе в Пушкине. На закорках у меня двухгодовалый пострел мой Кириллк. Смотрим оба на пламенно-красный заходящий солнц». Кирилл протягивает ручонки в закат и говорит «Мяч!» «Мяч!» Еще посмотрел и, покачав головенкой, применил решение. «Сал!» «Шар!» И, наконец, ухватив меня прибольно за нос, очень-очень уверенный в своей догадке произнес решительно «Недь!» «Недь!» «Тисы!» «Часы!» Каковы образы? Какова наглядность нам в подтверждении о словесных формированиях? У Семена Федоровича где-то в Тамбовской губернии были ребятишки?» Сообразил он их перевезти в Москву и по этому случаю начал присматривать нам другую комнату. Сказал, что в том же Георгиевском хотели уплотниться князья В. Семена Федоровича князь предупредил «Жидов и большевиков не пущу». На другой день отправились на осмотр тихой пристани. Князю за шестьдесят, княгине под шестьдесят. Оба маленькие, седенькие, чистенькие, и комнатка с ними схожая. Сразу она и мне, и Есенина приглянулась. Одно удивило, что всяческих столиков в комнате понаставлено штук пятнадцать. Круглые, овальные, лондерные, чайные, черного дерева, красного дерева, из березы карельской, из ореха какого-то особого, с перламутровой инкрустацией, с мозаикой деревянной. Одним словом, и не перечислить всех сортов. Есенин скромненько так спросил, нельзя ли столиков пятачок вынести из комнаты? Князь и княгиня обиделись, обосердито замотали головами и затуркали ножками. Пришлось согласиться на столике. Стали прощаться. Князь, протянув руку, спрашивает, значит, вы будете жить. А Есенину послышалось место жить жит. Говорит испуганно, что вы, князь, я не жит, я не жит. Князь и княгиня приглянулись, глаза их метнули недоверчивые огоньки. Сердито захлопнулась за нами дверь. Утром за чаем Семен Федорович передал князев ответ, гласящий, что рыжий Есенин беспременно жит и большевик, а насчет высокого они тоже не вполне уверены. Во всяком случае, в дом свой ни за какие деньги не пустят. Есенин чуть блюдечко от удивления не проглотил. Весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку-другую поработала брюхо, как в осень мельницу. Старая моя нянька там говорила о Москве. Ужий жизнь, ужий жизнь, в рот не бери и на двор не ходи. Весь последний месяц Есенин счастливо играл в карты. К поездке под насобирались деньги. Сначала садились за стол оба, я проигрывал, он выигрывал. На заре вытрясем бумажники, один с день жевщами и другой пустой. Подсчитаем все так на так. Есенин сказал, Анатолий сиди дома, не игра получается, а одно баловство, только ночи попусту теряем. Стал ходить один, играл свирепо, сорвет ли чей банк, удачно ли промечет, никогда своих денег на столе не держит, по всем растычет карман, и в брючный, и в жилеточный, и в пиджачный. Если карта переменится, кармана три вывернет, скажет, я пустой, придет домой, растолкает меня и станет из остальных уцелевших карманов на одеяло выпотрашивать хрусткие бумажки. Вот, смекай, как играть надо. Накануне отъезда у нас в Георгиевском Шварц читал свое Евангелие от Иуды. Шварц любопытнейший человек, больших знаний, высокой культуры, своеобразной мысли, блестящий доцент Московского университета с вдохновенным цинизмом проповедовал апологию мещанства. В геране, канарейке и граммофоне видел счастливую будущность человечества. Когда вкусовые потребности одних возрастут до понимания необходимости розовенького цветочка на своем подоконнике, а изощренность других опроститься до щелканья желтой птички наступит золотой век. На эстраде всегда Шварц был увлекателен, едок и острословен. Как несправедливо, что маленькая черная фигурка с абсолютно круглой бледной головой и постоянным глазом моноклием на широком шнуре ушло, не оставив после себя следа. Походил он на палку черного дерева с шаром из слоновой кости вместо ручки. Шварц двенадцать лет писал Евангелие от Иуды. Впервые его прочесть решил у нас, тогда самых молодых, самых левых, самых бесцеремонных к литературным богам и башкам. объяснил «Мне нос важен, чтобы разнюхали с тухлятинкой или без тухлятинки, а на сей предмет у этих носы самые подходящие». На чтение позвали мы Кожебаткина и еще двух-трех наших друзей. Евангелие Шварцу не удалось. Видимо, он ожидал, что три его печатных листика, на которые положено было двенадцать лет работы, просят громом войны и мира. Шварц кончил читать и в необычайном волнении выпянул из глаза монокль. Евгений Дружеский положил ему руку на колено. «А знаете, Шварц, ерунда! Такой вы смелый человек, а перед Иисусом словно институточка с книгсочками и приседанницами! Помните, как у апостола сказано, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам! Вот бы и валяли! Образ-то какой можно было закатить, а то развел патоку, да еще от Иуды! И безнадежно махнув рукой, Есенин нежно заулыбался. Этой же ночью Шварц застрелился. Узнали мы о его смерти утром. В Харьков отходил поезд четыре. Хотелось бежать из Москвы, заткнув кулаками уши и придушил мозг. На вокзале нас ждали, в теплушке весело потрескивала железная печка. В соседнем вагоне ехали красноармейцы. Еще с Москвы стали они горланить песни и балагурить. Один голубоглазый с добрыми широкими скулами, ноздрями и расставленными как рогатка и мягким пухлым ртом чудесно играл на гармошке. На какой-то станции я замешкался с кипятком. Поезд тронулся, на силу скосил вагон красноармейцы. Не доезжая Тулы, поезд крепко пошел. Вдали по насыпи бежала большая белая собака, весело виляя хвостом. Голубоглазый отложил гармонь и, вскинув винтовку, неожиданно выстрелил. Собака, только что весело вилявшая хвостом, ткнулась носом в землю, мелькнула в воздухе белыми лапами и свалилась с насыпи в ров. Довольный выстрелом, красноармеец повернул ко мне свое широкоскулое лицо с пухлым ртом распущемся в добродушную улыбку. Во как ее! Еще одна подобная же улыбка как с заноза застряла у меня в памяти. Во дворе у нас жил водопроводчик, жена его умерла от тифа. Остался на руках неудачливый и вроде как бы юродивенький мальчонка лет пяти. водопроводчик все ходил по разным учреждениям, по детским домам пристраивать мальчика. Я при встречах интересовался. Ну как? Пристроили Володьку? Обещали Анатолий Борисович в ближайшем будущем. В следующий раз сообщал. Просили наведаться через недельку или сказали, чтоб маленько повременил. И все в том же духе. Случилось, что встретил я водопроводчика с другим ответом. Пристроил Анатолий Борисович, пристроил моего Володиху. И с той же улыбкой ласковсти своей хорошо мне знакомой рассказал, каким образом пристроил. Взял на Ярославском вокзале билет, сел с Володихой в поезд, а в Сергееве, когда мальчонка заснул, тихонько вышел из вагона и сел в поезд, идущий в Москву. А Володиха поехал дальше. Идем по Харькову, Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджаках. В руках у Есенина записка с адресом Льва Осиповича Повицкого, большого его приятеля. В 18 году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время. Часто потом вспоминали они об этом гощенье и всегда радостны. А по-видскому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами крученыха. Утомилась долго бегая моя вороха пеленок слышит кто-то как цыпленок тонко жалобно пищит пить пить прислонивший локоток видит в небе без порток скачет пляшет мил дружок. У Повицкого же рассчитывали найти в Харькове кровать и угол. Спрашиваем у встречных как пройти. Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка с накшибательным глянец. Пойду, Анатолий, узнаю у Щеголя дорогу. Пади. Скажите, пожалуйста, товарищ. Товарищ на голос оборачивается и оставив Чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата бросается с раскрытыми объятиями Кисенину. Сережа! А мы тебя разэндоке ищем. Познакомьтесь, Марин Гофф Повицкий. Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то витился. Миновали улицу, скосили два-три переулка. Ну, ты, Лев Осипович, ступай вперед и вопроси. Обрадуется клич нас. А если не очень, повернем оглобли. Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло списком и визгом штук шесть девиц. Повицкий был доволен. Что я говорил, а? Из огромной столовой вытащили обеденный стол и вместо него двуспальный волосяной матрац поставили на пол. было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена. Есть же на свете теплые люди. От Москвы до Харькова ехали суток восемь, по ночам в очередь топили печь, а когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтобы было помягче. Девицы стали укладывать нас почивать в девятом часу, а мы и для приличия не противились. Словно в подкованный тяжелый солдатский сапог усталость обула веки. Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем в первом часу дня, ни разу за ночь не повернувшись. Все шесть девиц ходили на цыпочках. В темный занавес своей горячей ладонью уперлось весеннее солнце. Есенин лежал ко мне затылком. Я стал махрявить его волосы. Чего роешься? Эх, Вятка, плохо твое дело, на макушке плешинка в серебряный пятачок. Что ты? И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое. Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах. Выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови. Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу. Сердцу, как и языку, приятно нежная горечь. Прямо в кровати смаху почти набило, что случалось редко и было не в тогдашних правилах, написал трогательное лирическое стихотворение. Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицу. По-осеннему кричит сова над раздольем дорожной рани, облетает моя голова, куст волос золотистый вянет, полевое степное кугу, здравствуй, мать голубая осина, скоро месяц купаясь в снегу, сядет в редкие кудри сына, скоро мне без листвы холодеть, звоном звезд насыпая уши, без меня будут ее нашипеть, не меня будут старцы слушать. В Харькове жил Велимир Хлебников, решили его проведать. Очень большая квадратная комната, в углу железная кровать без матраца и тифяка, в другом углу табурет, на нем обрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шила. Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок гвоздиках, на правой руке у него ботинок. Он встал нам навстречу и протянул руку с ботинком. Я, улыбаясь, пожал башмак, Хлебников даже не заметил. Есенин спросил «Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?» Хлебников сконхозился и покраснел ушами, узкими, длинными, похожими на спущенные рога. «Вот сам сапоги иточаю. Садитесь, сели на кровать. Вот. Я бил большими серыми глазами, чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, пустынный квадрат. оклеенный выцветшими обоями. Комната вот прекрасная. Только не люблю вот мебель много. Лишняя она мешает». Я подумал, что Хлебников шутит. Он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку, остриженные после тифа. Голова у Хлебникова узкая, длинная, как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым. И спать бы вот можно на полу, и табурет нужен за место стола, и я на подоконнике пишу. Керосина у меня нет. Вот и учусь в темноте писать всю ночь сегодня поэму. И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплевшимися. Невозможно было прочесть ни единого слова. А вы что ж, разбираете это? Нет, думал, вот строк сто написал, а когда рассвело, вот и глаза стали горькими. Поэму жаль, вот. Но ничего, а я научусь в темноте. На Хлебникове длинный сверток с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками. Подкладка пальто служит простыней. Хлебников смотрит на мою голову, разделенную блестящим, как перламутр, пробором и выутяженную жесткой щеткой. Мария Ингов, мне нравится ваша прическа. Я вот тоже такую себе сделаю. Есенин говорит, Велимир Викторович, Вы ведь председатель земного шара. Мы хотим в городском Харьковском театре всенародной торжественным церемониалом упрочить ваше избрание. Хлебников благодарно жмет нам руки. Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал. Хлебников в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты посвящения его в председателе. После каждого четверостишия, как условлено, он произносит верую. Говорит верую так тихо, что мы только угадываем слово. Есенин толкает его в бок. Велимир говорит громче, публика ни черта не слышит. Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая, но при чем же здесь публика? Еще тише одним движением рта повторяет верую. В заключении, как символ земного шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку четвертого участника вечера Бориса Глубаковского. Опускается занавес. Глубаковский подходит к Хлебникову. Велимир снимай кольцо. Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину. Глубаковский сердится. Брось дурака ломать, отдавай кольцо. Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы. Это шар, символ земного шара, а я вот меня Есенин и Марин Гофф в председателе. Глубаковский теряя терпение грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель земного шара хлебника уткнувшись в пыльную театральную кулису плачет большими как у лошади слезами. Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня Зорь». Есенин поместил в нем кобыльи корабли. Я встречу хлебников поэму и небольшое стихотворение. Голгофа, Марингофа, город распорот, воскресенье Есенина, господи, отелись в шубе из лис. Пасхальную ночь на Харьковском бульваре вымощенным человеческой толпой читали стихи. Есенин своего пантократера. В колокольный звон шклинивал высоким голосом. «Не молиться тебе, а лаяться, научи ты меня, Господь!» Толпа в шлемах, кепках и картузах, подобно огромной черной ручище, сжималась в кулак. А слова падали, как медные пятаки на асфальт. И за эти седые кудрявые закопейки златых осин я кричу тебе к черту старое, непокорный разбойный сын. Когда Есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и стали бросать вверх пасхальную ночь в колокольный звон. Хорошая проверка для стихов. А у Гоголя было еще лучше. Старый большевик Вайнштейн рассказал мне о следующем случае. В Петропавловской крепости его соседом по камере был максималист. Над максималистом шли последние дни суда. И тюрьма ожидала смертного приговора. Воздух становился твердым, как камень, а мысли в голове ворочались тупо и тяжело, как жирные свиньи. И вдруг из соседней комнаты от максималиста через толстую петропавловскую стену широкий раскатистый смех. Такой, что идет от пупа. Смех перед виселицей пострашнее рыданий. Вайнштейн поднял тревогу. Казалось, безумие опередило смерть. Пришел надзиратель, заглянул в камеру к максималисту, развел руками, недоуменно покачал головой и сообщил «Читает». Тогда Вайнштейн стуками оторвал соседа от книги и спросил «В чем дело?» Сосед ответил «Читаю Гоголя ночь под Рождество про кузнеца в акулу сил моих нет, до чего смешно». Из всей литературы наименее по душе была нам литература военного комиссариата. Сначала читали внимательно все мобилизационные приказы, читали и расстраивались, чувствовали непрочность наших освободительных бумажек. Впоследствии нашли способ более душеспокойный не читать ни одного, только быстрее пробегали мимо свежерасклеенных. зажмурили глаза и вести стали ползти через уши. С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков, Нине Сергеевне Рукавишниковой, жене поэта. Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руке защищать республику. Рукавишникова предложил Есенину выезжать верхом на коне и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму. Три дня Есенин горцевал, а я с приятельницами встречал и провожал его громовыми овациями. Четвертое выступление было менее удачным. У цирковой клячи защекотало в ноздре и она так мотнула головой, что Есенин, попривыкнувший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто Мортале, растянулся на желтой арене. «Уж лучше голову сложу к честному бою», сказал он Нине Сергеевне. С обоюдного согласия полугодовой контракт был разорван. Днем позже приехал из Туркестана почем соль. Вечером распили бутылку кашмишевки у одного из друзей, разошлись поздней ночью. на улице догорланивали стихи и прозу о странностях любви. Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами. Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин в ее библейские глаза. Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точной, о неприличии пользоваться глагольной, обрабанности составной и приятности усеченной. Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо рифма произносила рифма. Он стал даже ласково называть ее рифмочка. Горлане на всю улицу Есенин требовал у меня подтверждения перед почем солью сходства рифмочки с возлюбленной царя Соломона, прекрасной Соломифью. Я зля его говорил, что она прекрасна, как всякая еврейская девушка, только что окончившая в Виннице гимназию и собирающаяся на зубоврачебные курсы Харьков. Он восхвалял ее библейские глаза, а я будущее ее искусства долбить зубы бормашины. В самом разгаре спора неожиданно раздался пронзительный свисток и на освещенном углу появились фигуры милиционеров. Из груди Есенина вырвалось как придыхание облава. Только вчера он вернул рукавишниковое спасительное цирковое удостоверение. Раздумывать долго не приходилось. Бежим? Бежим. Пятки засверкали. Позади дребезжали свистки и плюхались тяжелые сапоги. Причем Соль сделал вслед за нами прыжков двадцать, у него заломило в спине, в колени, слетела с головы шапка, а из раскрывшегося портфеля как из голубятни вылетели бумаги. Схватившись за голову, он сел на мостовую. Срезая угол, мы видели, как его пленили и повели милиционеры. А между нами и погоней расстояние неизменно росло. У гранатного переулка Есенин нырнул в черные чужие ворота, а я побежал дальше. Редкие ночные прохожие шарахались в стороны. Есенин после рассказывал, как обыскивали двор, в котором он прятался, как он слышал приказ стрелять, если обнаружат, и как он ставил палец между десен, чтобы не стучали зубы. Сейчас просидели мы на кроватях, дожидаясь почем соль. А он явился только в десятом часу утра. Беднега провел ночь в милиции. Не помогли мандаты с грозными подписями и печатями. Ругал нас последними словами. Чего олухи побежали? Шея из-за вас чертей понабрался, ночь не спал, проститутку пьяную в чувства приводил, бумажник уперли. А мы ничего спали на мягкой постельке. Вот тебе почем соли мандат. А еще грозишь, имея право ареста до тридцати суток, а самого в катафалку. Вовсе не пхы, а спрашивали, кто был с вами. Говорю, поэты Есенин и Марингов. Зачем сказал? А что же, мне всю жизнь из-за вас дьяволов в каталажке сидеть? Ну? Ну, потом, почему побежали? Потом, отвечаю, идиоты. Хорошо еще, что дежурный попался, толковый. Известно дело, говорит, и маженисты. И отпустил, не составив протокола. Почем соль вез нам из Туркестана кишми, шурюк, рис и разносяков варенья целые жбаны. А под Тулой заградительный продовольственный отряд, несмотря на имеющееся разрешение, все отобрал. Заградилка и ее начальники с гусарских вахмистров, рыжие, веснущие, с носом торчащим как шпора, славились на всю Россию своей лютостью. В середине лета почем соль получил командировку на Кавказ. И мы с тобой собираем чемоданы. Отдельно белый вагон туркестанских дорог. У нас мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник. Секретарем упачем соли мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет. Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. Почем соль жизнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армии, а гостью скромно к командиру полка. Когда является он дежурным по станции, нервно постукивая ногтем желтую кобуру ногана требует прицепки нашего вагона вне всякой очереди, у дежурного трясутся пожилки. Слушаюсь с первым отходящим. С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени 15-20 дней, мы выскакиваем из вагона на ростовском вокзале на пятые сутки. Одновременно Гассиев и администратор наших лекций. Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге, в Новочеркасске после громовой статьи местной газеты за несколько часов до начала лекция запрещается. На этот раз не спасает ни желтая агассиевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль. Газета сообщила неправдоподобнейшую историю эмажинизма. Ракомболические наши биографии и под конец ехидна намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой. С почем солью после такой статьи стало скверно, отдав распоряжение отбыть с первым отходящим, он, переодевшись в чистые сподники и рубаху, лег в своем купе умирать. Мы пробовали успокаивать, давали клятвенное обещание, что в пред никаких лекций читать не будем, но безуспешно. Он был сосредоточенно молчалив и смотрел в пространство взглядом блуждающим и просветленным, словно врата царствия небесного уже разверзлись перед ним, а на ночь принял касторки. Поезд шел по Кубанской степи. Пустому пузырьку от касторки Есенин привязал веревку и, раскачивая ею, как по никодилам, совершал отпевание над холодящим в своеверном страхе почем солью. Действия возвышенных слов службы и тягучая грусть напева были бы для него губительны, если бы, к счастью, вслед за этим, очень быстро не наступил черед действия касторки. Волей-неволей почем соли пришлось встать на ноги. Тогда Есенин придумал новую пытку. Знаю любовь, почем соли покушать и невозможность всего в данный момент, он приходил в купе к нему с полной тарелкой нарезанных кружочками помидоров, лука, огурцов и крутых яиц, блюдо, горячо обожаемое нашим другом, и, усевшись против, начинал, причмокивая, причапкивая и прищелкивая языком, отправлять в рот ложку за ложкой. Почем соль обращался к Есенину молящим голосом, «Сереженька, уйди, пожалуйста». При чмокивании и прищелкивании становились яростней и язвительней. «Сережа, ты знаешь, как я люблю помидоры, у меня даже начинает болеть сердце», но Есенин был неумолим. Тогда, почему соль ложился, закрывал глаза и наваливал подушку на уши. Есенин наклонялся над подушкой, приподнимал уголок и продолжал чавкать еще громогласней и нестерпимей. Почем соль срывался с места, Есенин преследовал его с тарелкой, почем соль хватал первый попавшийся предмет под руку и запускал им своего истязателя. Тот увертывался. Тогда жертва кричала грозно и повелительно, «Гастев, наган!» А я уже все съел. И Есенин показывал пустую тарелку. Мы лежали в своем купе. Есенин уткнувшись во Флаберовское мадам Бавари, некоторые страницы особенно его восторгавшие читал вслух. В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел голдеж по всему составу. Мы высунулись из окна. Постепив перегонки с нашим поездом лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок. Зрелище было трогательное, надрываясь от крика и размахивая штанами, Есенин подбадривал, подгонял скакуна. Версты две железный живой конь бежал вровень, потом четверонороги стал отставать, и мы потеряли его из вида. Есенин ходил сам не свой. После Кисловодского написал Харьков письмо девушке, к которой относился нежно. Она не безинтересна. Привожу. Милая, милая Женя, ради Бога не подумайте, что мне что-нибудь от вас нужно, я сам не знаю, почему я это сделал, вдруг вам учащенно напоминать о себе, конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и это. Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губернии я кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если бы случайно мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет Юнкера-Шмидта, то во всяком случае что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно вся гораздо раньше богач. Трогает меня в этом только грусть за уходящие милые родные звериные незыблемые силам мертвого механического. Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск. Вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же? Видим за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом махно. Она и он в революции нашей страшно походит на этого жеребенка тягательством живой силы железной. Простите, милая, еще раз за то, что беспокою вас. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвлений личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рыбят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают. А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написано лучшее из его поэм «Сорокауст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе полном значимости и лирики глубоко волнующей. В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодцы, упустил ведро. Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в Сорокаусте. Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце. В ведро вском порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мечи, скрешетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток. В Сорокаусте сей изб древенчатый живот трясет стальная лихорадка. Забыл рассказать. Случайно на платформе ростовского вокзала я столкнулся с Зинаидой Николаевной Раих. Она ехала в Кисловодск. Зимой Зинаида Николаевна родила мальчика. У Есенина спросила по телефону «Как назвать?» Есенин думал-думал, выбирая нелитературное имя и сказал Константином. После крещения спохватился «Черт побери, а ведь Бальмонта Константином зовут». Смотреть сына не поехал. Заметив на ростовской платформе меня разговаривающим с Раих, Есенин написал полукруг на каблуках и, вскочив на рельсу, пошел в обратную сторону, ловя равновесие плавающими в воздухе руками. Зинаида Николаевна попросила «Скажите Сереже, что я еду с Костей». Он его не видал. Пусть зайдет, взглянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе». Я направился к Есенину. Передал просьбу. «Сначала он заупрямился. Не пойду, не желаю. Нечего и незачем мне смотреть». «Пойди, скоро второй звонок. Сын же...» Вошел в купе, сдвинул брови. Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками. «Фу, черный!» Есенин и черный не бывают. Сережа. Райх отвернулась к окну, плечи вздрогнули. «Ну, Анатолий, поднимайся». Есенин легкой танцующей походкой вышел в коридор международного вагона. На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве, будто согласно какому-то распоряжению прикрыты и наша книжная лавка и стоила Пегаса, и книги не вышли, обезданий которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах. У меня тропическая лихорадка, лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один с красноармейским эшелоном. Еще месяц я мотаюсь по Кавказу. Наш вагон прыгает словно блоха между минеральными Петровским портом Баку. Наконец во своей оси. Мы в хвосте скорого на Москву, белыми простынями уже заслана земля, а горы как подушки в сверкающих полотняных навлоках. В Москве случайно на улице встречай первым Шершеневича. Я еду с вокзала. Из-под чемодана в корзин мешков торчит моя голова в летней светлой шляпе. Останавливаю извозчика. Шершеневич скакивает на подножку. Знаешь, арестован Сережа. Попал в какую-то облаву третий день, а магазин ваш стоил открытый. Книги вышли. Так с чемоданом, корзинами и мешками вместо дома несусь в центр печать к Борису Федоровичу Малкину, нашему защитнику палочки-выручалочки. Что же это такое? Как же это так, Борис Федорович, а? Сережа арестован. Борис Федорович снимает телефонную трубку. А вечером Есенин дома. На физию серой тенью легла смешная чумазость. Щеки, губы, подбородок в рыжей милой жесткой щетине. В голубых глазах сквозь радость встречи, глубокая ссадина, точащая обидой. За чаем поет бандитскую в жизни живем мы только раз. Когда отмычки есть у нас, думать не годится, в жизни что случится, эх, в жизни живем мы только раз. Опять перебрались в Богословский, в тот же Бахрушинский дом. У нас три комнаты, экономка, Эмилия, в кружевном на крахмаленом фарточке и борзы пес. Кормит нас Эмилия рябчиками, глухарями, пломбирами, фруктовыми мусами, золотыми ромовыми бабами. Оба мы необыкновенно увлечены образцовым порядком, хозяйственностью, сытым благополучием. На брюках выутяжена складка, воротнички и платки, рубахи поразительной белоснежности. Есенин мечтает «Подожди, Анатолий, типография своя будет и автомобиль ржать у подъезда. Три дня подряд у нас обедает орешин». На четвертый Есенин заявляет «Не к нам он ходит, а ради мяса нашего дорябчика ужирать». Эмиля получает распоряжение приготовить на обед картошку. Вот посмотрю я, как он часто после картошки будет ходить. Словно в руку Есенину после картофельного обеда недели две орешин не показывает носа. По вечерам частенько бываем на пресне у Сергея Тимофеевича Каненкова. Маленький ветхий белый домик, в нем мастерская и кухонька, в кухоньке живет Каненков. В ней же Григорий Александрович, Каненковский дворник, Каненковская нянька и верный друг. Он получает нас мудрости. У Григория Александровича лоб Сократа. Каненков тычет пальцем. Ты его слушай, да в коробок свой прячь. Мудро он говорит, кто ты есть? А есть ты человек. А человек есть чело века. Понял? И взяв гармошку Каненкова, затягивает есенинское яблочко. Эх, яблочко цвету звонкого, пьем мы водочку до у Каненкова. Один Новый год мы встречали в доме печать. Есенину просили спеть его литературные частушки Василий Каменский взялся подыгрывать Натальянки. Каменский уселся в кресле на эстраде, Есенин у него на коленях и начали. Я сидела на песке у моста высокого Нету лучше и стихов Александра Блокова. Ходит Брюсов по Тверской не мышой, крысиной. Дядя, дядя, я большой, скоро буду с лысиной. Ах, сыпь, ах, жарь, Маяковский бездарь, рожа краской питана, обокрал Уитмена. Ох, батюшки, ох, 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 есть поэт Марин Гоф, много кушал, много пил, без подштанников ходил, сделала свистулечку из ореха грецкого, нету яри и звончей песен городецкого. И хитро глянув на Каменского, прижавшись коварнейшим образом к его груди, запел во весь голос припасенный под конец частушку. Квас, сухар, квас янтарный, бочка стороновая, у восятки у Каменского голова дубовая. Туго набитый живот зала затрясся от хохота. В руках растерявшегося Каменского подверхнулась гармошка. Зашел к нам на Никитскую в лавку человек предлагает недорого шапку седого бобра. Надвинул Есенин шапку на свою золотую пену и пошел к зеркалу. Долго делал ямку посреди слегка бекреню, выбивал из-под меха золотую прядь и распушал ее. Важно пузырье губы смотрел на себя в стекло, пока сквозь важность не глянул на него из стекла улыбка, говорящая «Да чего же это я хорош в бобре?» Потом по примере я со страхом глядел Есенин на блески на черное масло моих расширяющихся зрачков. Знаешь, Анатолий, а тебе не того, не очень. А ты в ней, Сережа, гриба вроде березовика не идет. Ну, оба глубоко из грусти вздохнули. Человек, принесший шапку, переминался с ноги на ногу. Я сказал «Наплевать, что не к лицу, зато тепло будет. Я бы взял». Есенин погладил бобра по серебряным иглам. «И мне бы тепло было», произнес он мечтательно. Кожебаткин посоветовал. «А вы бы, господа, жеребий метнули» и рассмеялся ноздрями, из которых торчал болос густой и черный, как на листочках для акварели. Мы с Есениным невозможно обрадовались. «Завязывай, Мелентич, на платке узел». Кожебаткин вытащил из кармана платок, серый и унылый, как мостовая в осеннюю непогодь. Я подумал, «Должно быть платок Александра Мелентьевича, ровесник его носкам». А у самого замирала душа и тыпыхало сердце. Есенин от волнения хлопал себя ладонями по бокам, как курица крыльями. «Ну?» И Кожебаткин протянул кулак, из которого торчали два грязных и загадочных ушка. Есенин впился в них глазами, морщил и тер лоб, шебелил губами, что-то прикидывал и соображал. Наконец, уверенно ухватился за тот, что был по морщинистей и по горбатей. Покупатели, что были в лавке и продавец шапки, сомкнули вокруг нас кольцо. Узел и бобровую шапку вытащил я. С того случая жеребья метания прочно внедрилась в нашу жизнь. 21-й год балует нас двумя комнатами. Одна похуже по выцвестей обоями, по старин мебелью, другая с министерским письменным столом, английскими креслами и аршинным бордюром в коричневых хризантемах. Передо мной два есенинских кулака. В одном зажата бумажка. Пустая рука, пустая судьба. В непрекословной послушности року доходили мы до того, что перед дверью уборной, когда обоим приспичивала одновременно, ломали спичку. Счастливец, вытащивший серную голубку, торжественно вступал в тронный зал. генерал генерал Иванов получил от царя приказ прибыть с георгиевцами для усмирения февральского Петербурга, прежде всего вспомнил о своих добрых знакомых в столице и попросил адъютанта купить в Могилёбе сотенку яичек из-под курицы из полпода сливочного масла. Пусяшное дело. Пройдёт по торцам Невского молодецким маршем Георгиевский батальон под охи и ахи медных труб и конец всем революциям. А там генерал отдаст яички добрым знакомым, погреет у камелька старые ноги в красных лампасах, побрежит, поскрепит, потешится новым орденом, царской благодарностью и обратно на фронт. Ну, а яички так и не пришли по назначению. Март любовью гимназистки влюбилась Россия в Александра Фёдоровича Керенского. Ах, это гимназическая любовь! Ах, непостоянное гимназическое сердце! Прошли медовые весенние месяцы, июнь. Галицийские поля зацвели кровью. Заворочился недовольный фронт, август, Корнилов поднимает с фронта туземный корпус, осетинские и дагестанские полки. Генералы Крымов и Краснов принимают командование, князь Гагарин с черкесами и ингушами на подступах к Петербургу. Но телеграммы Керенского разбивают боевых генералов. начало октября генерал Краснов сотник Карташов делает доклад. Ходит Керенский, протягивает руку офицеру. Тот, кто вытягивается, стоит смирно и не дает своей руки. Побледневший Керенский говорит, «Поручик, я подал вам руку». «Виноват, господин Верховный Главнокомандующий. Я не могу подать вам руки, я Корниловец», отвечает сотник. Керенский не вполне угодил господам офицерам, а рабочим и солдатам еще меньше. Они своевременно об этом его уведомили. Правда, не столь церемонно, как сотник Карташов. Одну неправдоподобь сменять другая, более величественная. 19-е и 20-е годы. Гражданская война. В Одесском Совете депутатов Муравьев говорит, «В одни сутки мы восстановили разрушенный Радой и сорокассаженный мост и ворвались в Киев. Я приказал артиллерии бить по самым большим дворцам под десятиэтажным дому Грушевского. Дом сгорел дотла. Я зажег город. Бил по дворцам, по церквам, по попам, по монахам. 25-го января Оборонческая дума просила перемирия. В ответ я обелел бить химическим удушливыми газами. Говоря по прямому проводу с Владимиром Миличем, я сказал ему, что хочу идти с революционными войсками завоевывать весь мир». Шекспировский монолог «Литература всегда уговаривает, чтобы она поглядывала на жизнь. Вот мы и поглядывали». Однажды иммажинистам показалось, что в искусстве поднимает голову формальная реакция. Верховный Совет Иммажинистов Есенин Шершеневич Кусиков и Я на тайном заседании решил объявить всеобщую мобилизацию в защиту левых форм. В маленькой тайной типографии мы отпечатали приказ. Ночью вышли на улицы клеить его на заборах, стенах, столбах Москвы рядом с приказами военного комиссариата в дни наиболее решительных боев с Белыми армией. Кухарки ранним утром разнесли по квартирам страшную новость о всеобщей. Перепуганный москвич толпами стоял перед приказом. Одни вообще ничего не понимали. Другие читали только заглавие, хватали заглавы и бежали как оглашенные. Приказ предлагал такого-то числа и дня всем, всем, всем собраться на театральный площади со знаменами и лозунгами, требующими защиту левого искусства. Далее шествие к Московскому Совету, речи и предъявлению пунктов. Около полудня к нам на Никитскую книжную лавку прибежали Шершеневич и Кусиков. Глаза у них были вытаращены и лица белые. Кусиков спросил, медленно ворочая деревеневшим языком. Вы еще торгуете? Есенин забеспокоился. А вы нас уже что уже запечатали на мобилизацию и Кусиков холодными пальцами вынул из кармана и протянул нам узенькую повестку. Есенин прочел грозный штамп. Толя, пойдем погуляем и потянулся к шляпе. В этот момент перед зеркальным стеклом магазина остановился черный крытый автомобиль. Из него выскочило два человека в кожаных куртках. Есенин отложил шапку. Спасательный погулять слишком поздно пришло ему в голову. Люди в черной кожи вошли в магазин. А через несколько минут Есенин, Шершеневич, Кусиков, я были в МЧК. Следователь, силясь проглотить смешок, вел допрос. Есенин говорил, но, отец родной, я же с большевиками, я же с Октябрьской революцией. Читали мое мать, моя родина, я большевик. А он и тыкал в меня пальцем. Рвас писал «Красный террор» воспел. В этой черепа в груди наша красная месть. Шершеневич мягко касался осенинского плеча. Подожди, Сережа, подожди. Товарищ следователь, к сожалению, в последнем месяце от русской литературы пошел запашок Буниновщины и Миршковщины. Отец родной, это он верно говорит, завоняла, смердеть начала. Из-под вечного золотого следовательского пера ползли суровые сердитые буквы опалец, которым чесал он свою макушку. Ероша на ней белобрысый пух был непростительно добродушен и несерьезен для такого учреждения. Подпишите здесь, мы молча поставили свои имена. и через час на радостях угощали Шершеневича и Кусикова у себя на Богословском молодым Кахетинским. Есенин напевал все, что было, чем сердце ныло, а на завтра согласно данному следователю обязательству явились на театральную площадь отменять мобилизацию. Черноволосые девушки не хотели расходиться, требуя стихов, курчавые юноши, речей. Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадников конной милиции переполнил нас с гордостью. Есенин шепнул мне на ухо, мы вроде Марата, против него тоже, когда он про министра Никера написал, двадцать тысяч конницы выставили. Почем с Олей уезжал в Крым? Дела наши сложились так, что одному необходимо было остаться в Москве. Тянем жребий, на мою долю выпадает поездка. Уславливаемся, что следующая отлучка за Есениным. Возвращаюсь через месяц, Есенин читает первую главу Пугачева. Ох, как устал и как болит нога, ржет дорога в жуткое пространство. С первых строк чувствую в слове кровь и мясо. Вдавив в землю ступни и пятки, крепко стоит стих. Я привез первое действие заговора дураков. Отправляемся распить бутылочку за возвращение и за начало драматических поэм «С нами почем соль». на Никитском бульваре в красном каменном доме на седьмом этаже у Зои Петровны Шатовой найдешь не только что Николаевскую белую головку Перцовки и Зубровки Петра Смирнова, а и старую бургундскую и черный английский ром. Легко взбегаем на нескончаемую лестницу, звоним условленной три звонка. Отворяется дверь, смотрю, Есенин пятится. «Пожалуйста, пожалуйста, ходите, входите, и вы, и вы». А теперь попрошу документы. Очень вежливо говорит человек при нагане. Везет нам последнее время на эти приятные встречи. В коридоре сидят с винтовками красноармейцы. Агенты производят обыск. Я поэт Есенин, а я поэт Марингов. «Очень приятно. Разрешите уйти? К сожалению, делать нечего, остаемся. А пообедать разрешите? Сделайте милость. Здесь и выпивочка найдется, не правда ли, Зоя Петровна?» Зоя Петровна пытается растянуть губы в угодливую улыбку, растягиваются они в жалкую испуганную гримас. Почем золь дергает скулами, терпит бородавку и разворачивает один за другим мандаты, каждой величиной исполотненную наволочку. На креслах, на диване, на стульях шатовские посетители, лишенные аппетита и разговорчивости. В час ночи на двух грузовых автомобилях мы компанией человек в шестьдесят отправляемся на Лубянку. Есенин деловитый строго нагрузил себя, меня и почем соль подушками от Зои Петровны, одеялами, головками сыра, гусями, курами, свиными корейками и телячьей ножкой. В предварилке та же деловитость и распорядительность. Наши нары, усланные бархатистыми одеялами, имеют уютный вид. Неожиданно исчезает одна подушка. Есенин кричит на всю камеру. Если через десять минут подушка не будет на моей наре, потребу общего обыска. Слышите, вы, граждане, черт вас возьми! И подушка возвращается таинственным образом. Ордер на наше освобождение был подписан на третий день. Есенин уехал с почем солью Бухару. Штат нашего друга пополнится еще одним комическим персонажем, инженером Левой. Лева на коротеньких кривых ножках покрыт большой головой с плешью, розовой, как пятка у девушки. Глаза у него грустные, и весь он грустный, как аптечная скленка. Лева любит говорить об острых, жирных и сдобных яствах. А у самого катар желудка и ест одни каши, которые сам же варит на маленьком собственном примусе в собственной медной кастрюле. от Минска и до Читы, от Батуми и до Самарканда нет такого местечка, в котором бы у Лева не нашлись родственники. Этим он и завоевал сердце почем соли. Есенин говорит, хороший человек, с ним не пропадешь, на колу турка встретит троюродную тетю. Перед отъездом почем соль поставил Леве условие. Хочешь в моем штате состоять и в Туркестан ехать? Купи себе инженерную фуражку. Без бархатного околыша какой дурак поверит, что ты политехникум окончил. Лева скуп до наивности и такая трата ввергает его в пропасть и уныние. Есенин уговаривает почем соль. Все равно никто не поверит. Лева борчит. Пристал ко мне с фугашкой как лавровый лист к заднице. Есенин поправляет не лавровый лева, а банный березовый. Безразлично. Я ему дураку говорю, тут фугашка пошивая, а там ты пуда муки за эти деньги купишь. Почем соль сердится, ничего вы не понимаете. мне для красоты инженер нужен, чтобы из окошка вагона выглядывал. Так ты инженерскую фуражку напородникай на день. Упочем соль скулы бьют чечетку. Лева безнадежно машет рукой. Че он с тобой? Пойду завтра на сухаюку. Денег наскребли Есенина на поездку маловато. Советуемся с Левой как бы увеличить капитал. Лева потихоньку от почем соли сообщает, что в Бухаре золотые десятирублевки дороже в три раза. Есенин дает ему денег. Купи мне. На другой день вместо десятирублевок Лева приносит кучу обручальных колец. Начинаем хохотать. Кольца все несуразные огромные, хоть салфетку продевай. Лева резонно успокаивает. Мне жениться же ты, Сережка, собираешься. Обходовать говорю, заработаешь и заработаешь. Возвратясь, смешно мне рассказывал Есенин, как бегал Лева, высунув язык с этими кольцами по Ташкенту, шнырял по базарам и лавочкам и как пришлось в конце концов спустить их, понеся потери. Целую неделю Лев был мрачен и будто колдун шептал себе под нас холодными губами. Убитки, какие убитки! С дороги я получил от Есенина письмо. Милый Толя, привет тебе и целование. Сейчас сижу в агоне и ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару и не пойму никак, действительно я ощущаю все это или читаю мертвые души с ревизором. Причем Соль пьян и уверяет своего знакомого, что он написал Юрия Милославского, что все политические тузы его приятели, что у него все курьеры, курьеры, курьеры. Лева сидит хмурый и спрашивает меня чуть ли не по пяти раз в день о том, съел ли я бы сейчас тарелку борща малороссийского. Мне вспоминается сейчас твоя кислая морда, когда ты говорил о селедках. Если хочешь представить меня, то съешь кусочек и посмотрю на себя в зеркало. Еду я, конечно, ничего. Не без настроения все-таки, даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву. Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь. Последнее происшествие меня таки сильно ошеломило. Больше, конечно, так пить я уже не буду. А сегодня, например, даже совсем отказался, чтобы посмотреть на пьяного, почем соль. Боже мой, какая это гадость. А я, вероятно, еще хуже был. Климат здесь почему-то в этот год холоднее, чем у нас. Кое-где даже еще снег. Так что голым я пока не хожу и сплю, покрываясь шубой. Провизий здесь, конечно, до того много, что я невольно спрашиваю в свою очередь Леву. А ты, Лева, съел бы сейчас колбасу? Вот так сутки другие, третий, четвертый, пятый, шестый, едем, едем. А глянешься в окно, как заколдованное место проклятое Самар. Вагон, конечно, хороший, но все-таки жаль, что это неровное стоячее место. Бурливой голове трудно думается такой тряске. За поездом у нас опять бежала лошадь, ниже ребенок. Но я теперь говорю, природа, ты подражаешь Есенину. Итак, мой друг, вспоминаю тебя, нашу милую Эмилию и опять-опять возвращаемся к тому же. Как ты думаешь, Лева, а что теперь кушает наш Анатолий? В общем, поездка очень славная. Я и всегда говорил себе, что проехаться не мешает, особенно в такое время, когда масло в Москве 16-17, а здесь 25-30. Это, во-первых, экономно, а во-вторых, ну, во-вторых, Ваня, слышу, Лева за стеной посылает, почем соль к священной матери. Это на второе у нас полагается. И так ты видишь, все это довольно весело и занимательно. Так что мне без труда приходится ставить точку, чтобы поскорее отделаться от письма. О, я не даром говорил себе, что с почем солью ездить очень весело. Твой Сергун. Привет Коненкову Сережа и Дав Самою. Постскриптум. Прошло еще четыре дня с тех пор, как я написал тебе письмо, а мы еще в Самаре. Сегодня с тоски, то есть с радости, вышел на платформу, подхожу к стеной газете из Рю, как Самарское Лито крает эмажинистов. Я даже не думал, что мы здесь в такой моде. В дни отсутствия Есенина я познакомился в шершеннической книжной лавочке с актрисой камерного театра Анной Некритиной, в будущем моей женой. Как-то в мягкую апрельскую ночь мы сидели у каменного моста. Купол храма Христа плыл по темной воде Москвы-реки, как огромная золотая лодка. Раща глазища и, шипя шинами, проносились по мосту редкие автомобили. Волны били свое холодное стеклянное тело о камень. Хотелось говорить о необычном и необычными словами. Я поднял камень и бросил в реку в отражении купола храма. Золотая лодка брызнула искрами, сверкающей щепой и черными щелями. Смотрите, по реке вновь плыло твердое и ровное золото, а в булыжнике, рассекшем его, не было памяти и следа. Я говорил о дружбе, сравнивая ее с тенью собора в реке и о женщинах, которые у нас были подобных камню. Потом завязал узел на платке, окунул конец в воду, мокрым затянул еще и, подавая некритиной, сказал, «Теперь попробуйте, развяжите». Она подняла на меня глаза. «Зачем?» «Будто каменным стал узел, вот и дружба наша с Есениным такая же». И заговорил о годах радости и общих и печалей, надежд и разуверений. Она улыбнулась. «Врифму и ямбом у вас, пожалуй, лучше получится». И мне самому стало немножко и смешно и неловко от словов расхаживающих по индючьи важно. Мы разошлись с Есениным несколькими годами позже, но теперь я знаю, что это случилось не в двадцать четвертом году, после возвращения его из-за границы, а гораздо раньше. Может быть, даже в лавочке Шершеневича, когда впервые я увидел некритину. А может быть, в ту ночь, когда мне захотелось говорить о дружбе, необычными словами. Уже дымились серебряной пылью мостовые. По-нашему богословскому ходит ветхий седенький дворник, похожий на каненковского деревянного старенького старичка. Будто не ноги передвигает, но на толстые березовые низко подрубленные пни. В руках у дворника маленькая зеленая леечка. Из нее он, поливая дымящейся пылью булыжники, двигается медленно, склоняя узкую шею лейки, а то нехотя фыркает на горячий камень светлыми малюсенькими брызгами. Когда-то старенький старичок был садовником и поливал из зеленой лейки нежной розовой левкой. Тогда нужен был он и те цветы, пахнувшие хорошим французским мылом. А булыжники, которые поливают, начинают дымиться наново раньше, чем он дойдет до конца своей мостовой длиной в десяток сажен. Я с Некритиной возвращался с бегов. Как по клавишам рояля били по камню подковы рысака. Некритина еще ни разу не была у нас в доме. Я долго уговаривал, просил, соблазнял необыкновенным кулинарным искусством Эмилии. А когда она согласилась, одним легким духом взбежал три этажа и возил палец в звонок. Вонзив же, забыл вытащить. Обалдевший звонок горланил так же громко, как мое сердце. Когда распахнулась дверь, и на меня глянули удивленные, перепуганные и любопытные глаза Эмилии, я мгновенно изобрел от них прикрытие и прозрачную ложь. Умираю от голода. Есть, есть. В коридоре мешки с мукой, кашмишем, рисом и урюком. Влетел в комнату, чемоданы, корзины, мешки. Сергей Александрович приехали, вас побежали искать. Я по ребячьи запрыгал, захлопал в ладоши и схватил некритину за кисти рук. А из них по капелькам вытекала теплота. в окно бело солнце, не по весеннему жаркой. Я пойду. И она высвободила из моих пальцев две маленькие враждебные льдинки. Я проводил ее до дому. Прощаясь, ловил взгляд и не мог поймать. Попадали стиснутые брови и ресницы, волочащиеся по щекам, как махры старомодной длинной юбки. Есенина нашел в стойле пегаса и почему-то обнимая его я тоже прятал глаза. Вечером почем соль сетовал. Не поеду. Вот тебе слово. В жизни больше не поеду с Сергеем. Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам прохвост погрузки устраивал. Я, можно сказать, гроза там, центральная власть уполномоченный, а он кишмишников вагон с базара таскает. Я им по два пуда с левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли. Есенин нагибается к моему уху. По двенадцати. Перед поэтишками тамошними мэтром ходит. Деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую ловчонку устроил. С урючниками до седьмого пота торгуется. И какая же, можно сказать, я после этого гроза уполномоченный? Скажи, пожалуйста, урюк, мукак, и шмиш, а то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу Пугачева написал, это что? Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, вечность вожу, а он урюк, урюк. При слове «вечность» замирали слова на губах. Почему? Соли? И сам он начинал светиться ласково, умиротворенно, как в глухом пензенском переулке окошечко под кисейным ламбрикеном, озаренной керосиновой лампой с абажуром из розового стекла. Когда Некритина уезжала в Киев из какой-то теплой стесненности и смешной неудобии, я не решился проводить ее на вокзал. Она жила в газетном переулке. Путь к Александровскому шел по Никитской мимо нашей книжной лавки. Поезд уходил часа в три. Боясь опоздать, с половины одиннадцатого я стал собираться в магазин. Обычно никогда не приходили мы раньше часа-двух, а в лето Пугачева и заговора заклядывали на час после обеда. И то они каждый день. Есенин удивлялся, одурел в такую рань. сегодня день бойкий. Уставившись на меня, ехидно спрашивал, торговать значит? Ну иди, иди, поторгуй. И сам отправился со мной для проверки. А как заявились, уселся я у окна и заерзал глазами по стеклу. Когда заходил покупатель, Есенин толкал меня локтем в бок. Торгуй, торгуй. Я смотрел на него жалостливо, а он достаньте, Анатолий Борисович, с верхней полки Шеллера Михайлова. Проклятый писательшка написал на зло мне тому пятьдесят. Я скалил зубы и на покупателя, и на Есенина. И на зловредное обращение ко мне на вы. И с именем отчеством отвечал с дрожью в голосе. Товарищ Есенин, и вот, когда я стоял на лесенке, балансируя кипу и ростом в полтора аршина, увидел в окошко сквозь серебряный кипень пыль извозчика и в ногах у него знакомую мне корзинку. Трудно балансировать в таком положении. А на извозчичем сиденье белая гамлетка, кофточка из батиста с длинным галстучком и коричневая юбочка, будто не актриса эстетствующего в Гоффмане, Клодели и Вальди театра, а гимназистка класса шестого ехала на каникулы в Тихий Миргород. Тут уж не от меня, а от судьбы месть за то, что был Есенин неумолим и каменно-сердечен. Вся полутора аршинная горка Шеллера-Михайлова низверглась вниз тарабаня по есенинскому затылку жесткими нивскими переплетами. Я же пробкой от сельтерской вылетел из магазина, навсегда обнажил сердце для каверзнейших стрел и ядоветейших шпилек. Налит остались в Москве. Есенин работал над Пугачевым, я над заговором дураков. Чтоб маркотна не было от безалабери, до обеда закрыли наши двери и для друзей, и для есенинских подруг. У входа даже соответствующе вывесили записку. А на тех, для кого записка наша была неуказан, спускали Эмилию. Она хоть за ляжки и не хватало, но Цербером была знаменитой. Материал для своих исторических поэм я черпал из двух-трех старых книг Есенин из академического Пушкина. Кроме истории Пугачевского бунта до капитанской дочки так почти ничего Есенин и не прочел. А когда начинала грызь совесть, успокаивала себя тем, что Покровский все равно лучше Пушкина не напишет. Меня же частенько уговаривал приналечь на ледяной дом. Я люблю Пугачева. Есенин умудрился писать с чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры. Поэма Есенина вроде тех старинных православных икон, на которых образы писцы изображали Бога отдыхающим после сотворения мира, на палатах под лоскутным одеялом. А на полу рисовали снятые валенки. Сам же Бог, рыжебородый новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками. Петр Первый предавал такие иконы сожжению, как противные вере. Римские папы и кардиналы лучше него чувствовали искусство. На иконах в соборах Италии святые щеголяют модами эпохи Возрождения. Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас Каненков, Мерхольд, Густав Шпет, Якулов. После чтения Мерхольд стал говорить о постановке Бугачева и заговора у себя в театре. А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, обратился Мерхольд Каненкову. Он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешит. У Каненкова в кость пошли глаза. Кого? Я говорил, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных болванов? И Каненков так стукнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими брызгами. Статуи из дерева, Сергей Тимофеевич. Для балагана вашего Каненков стал. Ну, прости, Серега, прости, Анатолий. Я пойду, пойду от болванов подальше. Обиделся он смертельно. А Мейерхольд не понимал, чем разобидел, отчего заварилась такая безделица. Есенин говорил, все от того, Всеволод, что ты его не почуял. Болваны, разве возможно, ты вот бабу так нежно по брюху не гладишь, как он своих деревянных мужичков болотных и стареньких старичков в мастерской у себя. Никогда не разъянет их при чужом глазе. Заперемшись, холостяные чехлы снимает, как с невесты батистовую рубашечку в первую ночь, а ты болваны. Разве возможно? Есенин дровоучал, а Якула утешал Мейерхольда на свой якуловский неподражаемый манер. Он Азия Всеволод, Азия. Вот греческую королеву лепил, в смокинге из Афин приехал, из бородища своей эспаньолку выкрою, ну, думаю, европейский художник, а он пришел раз ко мне, ну, там шампанское было, фрукты, красивые женщины, он говорит, поедемте ко мне на пресню, здесь скучно. Чем, думаю, после архипелага греческого подивит? А он в кухню к себе привез, водки выставил, две бутылки, огурцов соленых, лук головками, а сам на печь и за кормушку щеблеты снял, а потом поедемте говорит, как мы просо сеяли-сеяли, можно сказать, красивые женщины, жилет белый, художник европейский, Азия, Всеволод, Азия. Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса, выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен, на дню спросит раз пятьдесят, Льюис может, а? А? Однажды отправился даже к Румянцеву вычитывать признаки страшной хворобы. После того стало еще хуже, чуть что венчик Венеры. Когда вернулись они с почем солью из Туркестана, у Есенина от беспрерывного жевания у Рюка стали слегка кровточить десны. Перед каждым встречным и поперечным он задирал губу. Вот, кровь идет, а? Не первая стадия, а? Когда Кусиков устроил вечеринку, Есенин сидел рядом с Мейерхольдом. Мейерхольд ему говорил, знаешь, Сереж, я ведь в твою жену влюблен, Зинаиду Николаевну. Если поженимся, сердиться на меня не будешь? Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги. Возьми ее, сделай милость, по гроб тебе благодарен буду. А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхольдом губу. Вот, десна того. Мейерхольд произнес многозначительно, да. Есенин выленел с лица, как ситец от июльского солнца. Потом он отвел в сторону, почем соль и трагическим шепотом сообщил ему на ухо, у меня сифилис. Всеволод сказал, а мы с тобой из одного стакана пили, значит. Но почем соли подкосились ноги? Есенин подвел его к дивану, усадил и налил стакан воды. Пей. Почем соль выпил, но скулы продолжали прыгать. Есенин спросил, может побрызгать? И побрызгал, под чем соль глядел в него невидящими глаза. Есенин сел рядом с ним на диван и будто деревянный шарик из чашечки бильбоке выронил голову с плеч на руки. Так просидели они минут десять, потом поднялись и, волоча ступни по паркету, вышли в прихожую. Мы с Кусиковым догнали их у выходной двери. Куда вы? Мы домой. У нас сифилис. И ушли. В шесть часа утра Есенин расталкивал почем соль. Вставай, к врачу едем. Почем соль мгновенно проснулся, сел на кровати и стал в одну штанину под штанников совывать обе ноги. Я пробовал шутить. Мишук, у тебя уже начался паралич мозга. Но когда он взъерошил на меня глаза, я горько пожалел о своей шутке. Зрачки его в ужасе расползались, как чернильные капли, упавшие на промокашку. Бедняга поверил. Есенин сделанным спокойствием ледяными пальцами завязывал галстук. Потом, почем соль, забыв надеть галифе, стал прямо на подштаннике натягивать сапоги. Я положил ему руку на плечо. Хоть ты теперь, Миша, и полный генерал, но все-таки сенаторской формы тебе еще не полагается. Есенин, не повернувшись, сказал, дрогнув плечами, а ты все остришь, даже когда пахнет пулей браунинга. И это друг, друг. Половина седьмого они обрывали звонок у тяжелой дубовой двери с медной дощечкой, начищенной кирпичом. От горничной, не успевшей еще заревые сны и телесную рыхлость упрятать за крахмальный фартучек, шел теплый пар, как от утренней болотной речки. Щель через цепочку набуркнула что-то о раннем часе и старых костях профессора, которым нужен покой. Есенин бил кулаками в дверь до тех пор, пока не услышал в дальней комнате кашель, сипы и охи. Старые кости поднялись с постели, чтобы прописать одному зубной эликсир и мягкую зубную щетку, а другому бром, батенька, бром. Прощаясь, профессор кряхтел. Сорок пять лет практикую, батеньки мои, но такого, чтобы в двери ломали. Нет, батеньки мои, и добро бы с делом пришли, а то большевики, что ли? То-то. Ну, будьте здоровы, батеньки мои. Эрмитаж. На скамьях ситцевая веселая толпа. На эстраде заграничной эксцентрики сеньор Везубио и Дон Мадридо. У сеньора нос вологодской репкой, у Дона полтавской дулей. Дон Мадридо ходит колесом по цветистому русскому ковру. Сеньор ловит его за шароварину. Фи куды пошой, ми сеньор до дому. А в Эрмитажном парке пахнет крепким белым грибом. Как-то около забора Есенин нашел две землянички. Я давно не был в Ленинграде. Так же ли, как и в те чудесные годы меж торцов Невского проспекта, выхрявится милая нелепая травка. Сеньора Везувио и Дона Мадрида сменила знаменитая русская балерина. Мы смотрим на молодые упругие икры. Носок, подобно копью, вонзен в лощаты пендистал. А щечки, мешочками и под глазами пятидесятилетняя одутловатость. Чудесная штука искусства. Из гнусау равнодушного рояля человек с усталыми темными веками выколачивать лебединое озеро. К нам подошел Жорж Якулов. На нем был фиолетовый френч из старых драпри. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный человек. С этой же тросточкой в белых перчатках водил свою роту в атаку на немцев. А потом звенел георгиевскими крестами. Смотрит Якулов на нас загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом. А хотите с Эзодорой Дункан познакомлю? Есенин даже превскочил со скамьи. Где она? Где? Здесь? Хе-хе. Замечательная женщина. Есенин ухватил Якулова за рукав. Веди. И понеслись от зеркального зала к зимнему, от зимнего в летний, от летнего к оперете, от оперета обратно в парк, шаркань глазами по скамьям. Из Эдора Дункан не было. Черт, дери! Нет, ушла, черт, дери. Здесь, Жорж, здесь. И снова от зеркального к зимнему, от зимнего к оперете, в летний, в парк. Жорж, милый, здесь, здесь. Я говорю, ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал. И понюхаю, а ты пиши в киевцы дульки два раза в день и помалкивай в тряпочку. Пришлось помалкивать. Из Эдоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал. Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видал в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную, и скажу более столь губительную роль. Спешу оговориться, губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы. Почем Соль влюбился, бреет голову, меняет пестрые туркестанские тибетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шелка шил рубашки длинные на грузинский фасон. Собственно, я виновник этого несчастья, ведь знал, что почем Соль любит хорошие вещи, а та, с которой я его познакомил, именно хорошая вещь, ей приятно обставить квартиру. У нашего друга нет квартиры, зато есть вагон. Из-за вагона он обзавелся Левой в инженерной фуражке. Очень страшно, если он возьмет вещи в жены, чтобы украсить свое купе. Я ему от сердца говорю, уж лучше я тебе подарю ковер, а он сердится. По вечерам мы с Есениным беспокоимся за его судьбу. Есенин, как в прошлые дни говорит, пропадает парень, плакать хочется. Вернулась Некритина. Холодные осенние вечера, луна похожа на желток крутого яйца. С одиннадцати часов вечера я сижу на скамейке Тверского бульвара против Камерного и жду. В театр мне войти нельзя, я друг Мирхольда и враг Таирова. Как это давно было. Теперь при встрече с Мирхольдом еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже немного больше, чем добрые знакомые. Иногда репетиция затягивается до часу, до двух, до трех ночи. Когда возвращаюсь домой, Есенин и почем Сой надо мной издевается. Обещает подарить теплый цилиндр с наушниками. Меня прозвали Брамбиллом. В Камерном был спектакль принцесса Брамбилла, а не Критину обезьянкой, мартышкой, мартыном, мартышоном. Есенин придумывает частушки. Я считаю не Критину замечательной, а он поет «Ах, мартышечка душа, с собой не больно хороша». А когда она бывает у нас, тушит частушку, Есенин поет на другой манер «Ах, мартышечка душа, с собой очень хороша». По ночам через стену слышу беспокойный шепот. Это, почем соль с Есениным тревожится о моей судьбе. Я Колоб устроил пирожку у себя в студии. В первом часу ночи приехала Дункан. Красный хитон, льющийся мягкими складками, красный с отблеском меди, волосы, большое тело. Ступают легко и мягко. Она объела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса и остановила их на Есенине. Маленький нежный рот ему улыбнулся и задара легла на диван, а Есенину ее ног. Она укнула руку в его кудри и сказала «Соколадьи голова». Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два. Потом поцеловала его в губы, и вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы. ангел поцеловал еще раз. В четвертом часу утра Изодора, Дункан и Есенин уехали. Почем Соль подсел ко мне и стал с последним отчаянием набрасывать план спасения вятки. Увезу его. Не поедет в Персию. Ну, разве что в Персию. От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагались с грустными сердцами. На другой день мы отправились в Дункан. Причистенко, Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в стилях ампирские, похожие на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством, мавританские на сандуновские бани. В зимнем саду дохлые кактусы и унылые пальмы. Кактусы и пальмы так же несчастны и грустны, как тощие звери в железных клетках зоологического парка. Бибель грузная в золоте, парча, штоф, бархат. В комнате изодоры Дункан на креслах, диванах, столах, французские легкие ткани, венецианские платки, русские пестрые ситиц. Из сундуков вытащено все, чем можно прикрыть дурной вкус, дурную роскошь. Изодора нежно улыбнулась, собирая морщинки на носу. На полу волосяные тюфяки, подушки, матрацы, покрытые коврами и мехами. Люстры затянуты красным шелком. Изодора не любит белого электричества. Говорят, что ей больше пятидесяти лет. На столике перед кроватью большой портрет Гордона Крэга. Есенин берет его и пристально рассматривает, потом будто выпивает свои сухие слегка потрескавшиеся губы. «Твой муж?» Есенин тычет себя пальцем в грудь. «И я гений, Есенин гений, гений я, Есенин гений, а Крэг дрянь». Из краев презрительной гримасы он сует портрет Крэга под кипу нот из старых журналов. «Адью!» Изодора в восторге. «Адью!» И делает мягкий прощальный жест. «А теперь Изодора!» Есенин пригибает бровь. «Танцуй!» «Понимаешь, Изодора?» «Нам танцуй!» Он чувствует себя иродом, требующим танец у соломей. «Танцуй!» «Вон!» Дункан надевает есенинский кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая. Апаж Изодора Дункан «Женщина-шарф». Страшный, прекрасный танец. Узкое розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, судорожными пальцами сдавливает горло. Беспощадной, трагически свисает круглая шелковая голова ткани. Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера. Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она как собака целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, безвольный и трагический. Она танцевала, она вела танец. А наш друг Саша Сахаров, завзятый частушечник, уже горлодранил Толя ходит неумыт, а Сережа чистенький, потому Сережа спит с Дуней на причистенке. Нехорошая кутерьма захлестнула дни. Розовый полусумрак с мягких больших плеч и задоры стекают легкие складки красноватого шелка. Есенин сует почем соли четвертаковый детский музыкальный ящичек. Крути мешок, а я буду кренделя выделывать. Почем соль крутит проволочную ручку, ящик скрипит барыню. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Скинул лаковые башмаки босыми ногами на пушистых французских коврах, Есенин выделывает кренделя. Дункан смотрит на него влюбленными синими фаянсовыми блюдцами. Ходуном ходит на столе стаканы, расплескивая теплое шампанское. Вертуном крутятся есенинские желтые пятки. Есенин останавливается на побледневшем лбу крупные холодные капли, глаза тоже как холодные почти бессветные злые капли. Изодора сигарет. Дункан подает Есенина папирос. Шампань. И она идет за шампанским. Есенин выпивает залпом стакан и тут же наливает до краев второй. Дункан завязывает вокруг его шеи свои нежные и слишком мягкие руки. На сине фаянсовое блюдце будто проливается чай, разбавленный молоком. Она шепчет «Таких ночей стало тридцать в месяц». В начале зимы почем Соль должен был уехать на Кавказ. Стали обдумывать, как вытащить из Москвы Есенина. Соблазняли и соблазнили Персией. На горе Есенин опоздал к поезду. Почем Соль пожертвовал Левой инженерной фуражке. После третьего звонка беднягу высадили из вагона с тем, чтобы, захватив Есенина, догонял вместе с ним вагон в Ростове. Выбрались они дней через семь. Из Ростова я получил открытку. «Милый Толя, черт бы тебя побрал за то, что ты меня вляпал во всю эту историю. Во-первых, я в Ростове сижу у Нины и ругаюсь, на чем свет стоит. Вагон ваш, конечно, улетел. Лева достал купе, но в таких купе ездить все равно, что у турок на колу висеть. Да при том, я совершенно разуверился во всех ваших возможностях. Это все за счет твоей молодости и его глупости. В четверг еду к Тифлис и буду рад, если встречусь с Мишей. Тогда конец всем этим мукам. Ростов дрянь невероятная. Грязь, лякоть и этот Сегежа, который торгуется со всеми из-за двух копеек. С ним всюду со стыда сгоришь. Привет изодоре, Ирме и Илье Ильичу. Я думаю, что у них воздух проветрился теперь, и они вероятно уже забыли нас. Ну, да с глаз долой и сердце вон, плакать, конечно, не будем. И дурак же ты рыжий. Да и я не умен, что послушался. Проклятая Персия, Сергей. А на другой день после получения этого письма заявился обратно в Москву и Есенин самолично. В маленький белый вагон туркестанских дорог вошла вещь. У вещи нос искусной формы и мягкие золотистые волосы, губы хорошо нарисованы яркой масляной краской, а глаза прозрачные голубой акварелью. Они недружелюбные, как нежилая нетопленная комната. Одновременно с большой вещью в вагоне поселилось множество маленьких вещей. Голубенькие скотерочки, плюшевые коврики, ламбрикенчики, серебряные ложки, вазочки, пепельницы, флакончики. Когда почем соль начинал шумно вздыхать, у большой вещи на носу собирались сердитые складочки. «Пожалуйста, осторожней, ты разобьешь мое бокора. В таких случаях я не мог удержаться, чтобы не съязвить. А пузыречки вовсе не бокора, а брокара. До революции была такая фирма парфюмерная. Вещь собирала губы в мунд штучок». «Конечно, Анатолий Борисович, если вы никогда в жизни не видели хорошего стекла и фарфора, вы можете там говорить. А вот у вас с Есениным на кроватях даже простыни бумажные, а у нас в доме кухарка, Анатолий Борисович, на таких спать постыдилась бы». И вещь, продев иголочный ушко красную нитку, сосредоточенно начинала вышивать на хрустящем голландском полотне витиеватую монограмму, переплетая в ней начальную букву имени «Почем соли и своего». В белом вагоне с каждым днем все меньше становилось нашего воздуха. Вещи выдыхали свой, упрямый, въедливый и пахучий, как земляничное мыло. В «Почем соли» стали округляться щеки, а мягонький набалдашник на носу розоветь и чиновно салится. Есенин почти перебрался на Пречистинку. Изодора Дункан подарила ему золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет постоянно куда-то торопиться, не будет бежать от амперовских кресел, боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела. У Сергея Тимофеевича Каненкова все человечество разделялось на людей с часами и людей без часов. Определяя кого-нибудь, он обычно буркал. Этот с часами. И мы уже знали, что если речь шла о художнике, то рассуждать дальше о его талантах было бы незадачливо. И вот по странной игре судьбы у самого что ни наесть племенного человека без часов появились в кармане золотые с двумя крышками и чуть ли не от буры. Мало того, он при всяком новом человеке стремился непременно раза два вытянуть их из кармана и щелкнуть тяжелой золотой крышкой полюбопытствовать на время. В остальном часы не сыграли предназначенные им роли. Есенин также продолжал бегать от мягких Балашовских кресел на неведомые дела и загадочные несуществующие встречи. Иногда он прибегал на Богословский с маленьким свертком. В такие дни лицо его было решительно и серьезно звучали каменные слова «Окончайся» так ей сказал «Изодора адьо». В маленьком свертке Есенин приносил две-три рубашки, пару кальсон и носки. На Богословский возвращалось его имущество. Мы улыбались. В книжной лавке я сообщил Кожебаткину «Сегодня Есенин опять сказал Изодоре адьо-адьо», даваемое белье. Часа через два после появления Есенина с Причистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконический непреклонный ответ. Еще через час нажимал пуговку нашего звонка секретарь Дункан Илья Ильич Шнейдер. Наконец, к вечеру являлась сама Изодора. У нее по-детски припухали губы и на голубых фаянсовых блюдцах сверкались соленые капли. Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и рассыпала по его коленам красную медь своих волос. Есенин грубо отталкивал ее сапогом. «Поди ты!» и хлистал отборной бранью. Тогда Изодора улыбалась еще нежнее и еще нежнее произносила «Кончалась всегда одним и тем же». Эмилия снова собирала сверток с движимым имуществом. Летом я встречался с Некретиной раз в сутки, после ее возвращения из Киева два раза, потом три, и все-таки казалось, что мало. Тогда она насовсем осталась в маленькой богословской комнате. Случилось все очень просто. как-то я удержал ее вечером и упросил не уходить на следующее утро. Я сказал, «Все равно вам придется через час торопиться ко мне на свидание. Нет никакого расчета». Некретина согласилась. А через два дня она перенесла на богословский крохотный тюлевый лифчик с розовыми ленточками. Больше вещей не было. Весна, в раскрытое окно лезет солнце и какая-то незатейливая подглуповатая радость. Я затягиваю ремень на непомерно разбухшем чемодане. Сколько ни пыхчу, как не упираясь коленом в его желтый фибровый живот, толку мало. Усаживаю Некретину на чемодан. Постарайся набраться весу. Она легкая как перышко наедается воздухом и смехом. Раз! Раздуши все щеки лопаются, ремень вырывается у меня из рук и разъяренная крышка подбрасывает вес кверху. Входят Есенин и Дункан. Есенин в шелковом белом кашне в светлых перчатках и с букетиком весенних цветов. Он держит под руку и задору важно и церемонно. Изодора в клетчатом английском костюме в маленькой шляпе улыбающейся и помолодевшей. Есенин передает букетик Некретиной. Наш поезд на Кавказ отходит через час. Есенин отлетает в Кёнигсберг через три дня. А я тебе, Дора Ягодка, стихотворение написал. И я тебе, Вяточка. Есенин читает, вкладывая в теплые грустные слова теплый грустный голос. Прощание с Марьингофом. Есть в дружбе счастье оголтелое и судорога буйных чувств огонь растапливает тело как стеариновую свечу. Возлюбленный мой, дай мне руки, я по-иному не привык, хочу омыть их в час разлуки я желтой пеной головы. Ах, Толя, Толя, да ты ли, ты ли, в который миг, в который раз опять как молоко застыли, круги недвижущихся глаз. Прощай, прощай, в пожарах лунных, дождусь ли радостного дня, среди прославленных и юных ты был всех лучше для меня. В такой-то срок, в таком-то годе мы встретимся, быть может, вновь. Мне страшно, ведь душа проходит как молодость и как любовь. Другой в тебе меня заглушит, не потому ли, Влад, речам мои рыдающие уши, как весла плещет по плечам. Прощай, прощай в пожарах лунных, не зреть мне радостного дня, но все ж средь трепетных и юных ты был всех лучше для меня. Мое прощание с Есениным заканчивалось следующими строками. А вдруг при возвращении в руке рука захолодеет и оборвется встречный поцелуй. А вот что писал Есенин из далеких краев. Остенда июль 9 1922 «Милый мой Толенок, я думал, что ты где-нибудь обретаешься в краях злополучных лихорадок и дынь нашего чудеснейшего путешествия 1920 года, и вдруг из письма Ильи Ильича узнал, что ты в Москве. Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда из этой кошмарной Европы обратно в Россию к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни. Сейчас сижу во стенде паршивейшее гельнголландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в всех краях я бросил пить и тяну только сельдер. там из Москвы нам казалось, что Европа это самый обширнейший район распространения наших идей и поэзии, а отсюда я вижу, боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может. Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах, особенно твоему взору, это понравилось бы. И потом, думаю, и ты стал бы хлопать себя по колено и скулить, как собак. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди, а могильные черви. Дома их гроба, а материк склеп. Кто здесь жил, тот давно умер. И помним его только мы, ибо черви помнить не могут. Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек по три-две страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного, и то в литературных кругах, издан на английском и французском. В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и шитая берлинским портным манто привели все в бешенство, все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал горжбину. От твоих книг шарахаются. Хорошую книгу стихов удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за пять лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича. Я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя. При всяком случае, конечно, езжай, если хочется. Но скажу тебе откровенно, если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда значит, обо мне есть дьявольская выдержка характера, которая отрицает во мне Коган. Вспоминаю сейчас о Туркестане. Как все это было прекрасно. Боже мой, я люблю сейчас себя, даже пьяного, со всеми своими скандалами. С Амарканда поеду я, там живет да любовь моя. Толя, милый, приветы, приветы, твой Сергун. Дура моя ягодка, дюжину писем я изволил отправить к вашей сволочности, и ваша сволочность не гугу. Итак, начинаю. Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? Нет, вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце. О, нет, вы не знаете Европы. Во-первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаянной ненавистью, так и чешется, но горе моему один такой ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал, что почесать его нечем. Почему нечем? Я готов просунуть для этой цели в горло сапожную щетку, на рот мой мал и горло мое узко. Да, право он, этот проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу поцелуев. «Да, мой друг рыжий, да, я писал Сереже, писал золотому, и вы ни тебе, ни матери. Теперь я понял, понял, все я. Ах, уж не мальчик я давно, среди исканий беспокоя, любить поэту не дано». Это сказал В. Ша. По-английски он зовется Шекспиром. «О, я узнал теперь, что вы за канальги, и в следующий раз вам, как вместе, напишу обязательно по-английски, чтобы вы ничего не поняли». «Ну, так вот, единственное, из-за того, что вы мне противны, за то, что вы не помните меня, я с особым злорадством перевел ваши скандальные поэмы на английский и французский языки, и выпускаю их в Париже и Лондоне. В сентябре все это вам пришлю, как только выйдут книги. Адрес мой для того, чтобы ты не писал. Сергей Есенин Исахарову из Дюссельдорфа «Родные мои, хорошие, что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом. Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар. И на искусство начхать самое высшее музык-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Если рынок книжной Европы, а критик Львов Рогачевский, то глупо ж писать стихи им в угоду и по их вкусу. Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова марингов. Птички сидят, где им позволено. Ну куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к... и на вострите лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду подсмердяковщик. Конечно, кое-где нас знают, кое-где есть стихи, переведенные и мои, и Толькины, но на кой все это, когда их никто не читает? Сейчас на столе у меня английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка в количестве 500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж. Взвейтесь, коней, неси мой ямщик, матушка, пожалей своего бедного сына, а знаете, у алжирского бея под самым носом шишка. Передай все это Клычкову и Ване Старцеву. Когда они будут матюгаться, душе моей в тот час легче станет. твой сергун. Гоголевская приписка. Ни числа, ни месяца, если был большой, то лучше бы повеситься. Мой друг, бывший артист камерного театра, а теперь театр Макса Рейнхарда Владимир Соколов, ставил в Берлине на немецком языке с крупными немецкими актерами идиота по Достоевскому. Это было осенью 1925 года. Я сидел в Пшорброу на Корферстендаме за полулитровой кружкой мюнхенского пива. Ждал Соколова. Со мной немецкий социал-демократ. Гобы у него серые и тонкие как веревочка. Говорит, русские в Берлине любят рассказывать про нас, немцев, анекдот. Вы слыхали, наверное, в каком-то городе революционное восстание. Берут вокзал, мечутся по залам, подбегает русский кричит «Почему вы не выходите на линию? Не занимаете платформу?» Немцы отвечают «Касса закрыта, не выдают перронных билетов». Я рассмеялся и подумал «Небось, а нас такой анекдотец не сложится». Мой сосед полагает, что перронные билеты залог того, что немцы раньше других и самым коротким и спокойным путем придут к социализму. вошел соколов хмурый, сердитый, бурчит. Знаешь, кажется, брошу все, не могу. Все это как на зло. Читаю, видишь ли, им первый акт идиота. Помнишь, как Рогожин рассказывает князю Мышкину, что валялся он пьяный ночью на улице в Пскове и собаки его объели. Только прочел смех, спрашиваю, в чем дело? Актеры как-то неловко между собой переглядываются. Потом один говорит, «Здесь Эр Соклов плохо переведено. Неправдоподобно, Достоевский так писать не мог». «Да что написать-то не мог? А вот насчет того, что собаки обкусали. Это совсем невозможно. Публика смеяться будет». «Чего же смеяться-то? Излиться уже начинаю. Да как же, говорит, собаки обкусать могут, если они в намордниках? И ничего, понимаешь, им возражать не стал, только руками развел. Так и пришлось это место вычеркнуть. Когда я думаю о Есенине на Западе, мне всегда приходит в голову и первый анекдот, и Соколовский случай. Есенин почувствовал себя, свой внутренний мир и свои стихи неправдоподобными и обреченными на выморку, когда собака без наборника, которую укусила Рогожина. Уже в кубанских степях Есенина слегка напугалась железная лошаденка. Какой же она оказалась несчастной и жалкой в сравнении с тем железным конем, которого довелось ему видеть скачущим по другой половине земного шара. В 1924 году я был в Париже. Как-то целый день пробродил с Кусиковым по Версальскому парку и Трианону. Устали чудесной усталостью. Ужинали в полумиле от Версаля в маленьком ресторанчике. За разговором я сказал Кусикову. Знаешь, Сандро, однажды очень я рассердился, прочитав у какого-то француза в романе, что два парижских вывера и две кокотки за одну ночь расходуют больше остроумий и граций, чем англичане, немцы, русские, американцы за целый год. А теперь и не договорив, я выпил большой стакан холодного белого вина за Версаль, за французов, за романский гений. Кусиков улыбнулся. А я тебе, Анатолий, кажется, еще не рассказывал, как мы сюда в прошлом году с Есениным съездили. Неделю я его уламывал. Уломал, двинулись, добрались до этого самого ресторанчика. Тут Есенин заявил, что проголодался. Сели завтракать. Есенин стал пить, злиться, злиться и пить до ночи, а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль. Наутро трезвым он радовался своей хитрости и увертке. Так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть. Я припомнил фразу из давнишнего Есенинского письма о гибельности для него путешествий. Я не знаю, писал он, что был бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет Юнкера-Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. В одном из лесковских романов приживал к князей Протазановых Ольга Федотовна вскоре после похода Александра на Париж, в котором участвовал и ее князь, попадает за границу. Вернувшийся в Россию посольский дьячок про Ольгу Федотовну рассказывал. У нее это с Рейна началось. Как увидит развалины, сейчас вся возрадуется и пристает ко всем. Смотрите, батюшка, смотрите, это все наш князь развалил и сама от умиления плачет. И продолжая свою теорию разрушения всех европейских зданий, завела в Париже войну с французской прислугой, доказывая всем, что недостроенный в то время собор Парижской богоматери отнюдь не недостроен, но что и его князь развалил. А когда княгиня приняла сторону обиженных французов, Ольга Федотовна заявила, что та рода своего не уважает. Пришло время признаться, что российский патриотизм, которым болели мы в годы военного коммунизма, имел большое сходство с идейным богатством Ольги Федотовны. Нечуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова, уверяющего, что счастливую и великую родину любить невеликой вещь, и что любить мы ее должны, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша мать пьяна, лжет и вся запуталась в грехе. Но и это еще не последнее. Когда она наконец умрет и обглоданная евреями будет являть одни кости, тот будет русский, кто будет плакать около этого остова, никому ненужного и всеми плюнутого. Есенин был достаточно умен, чтобы, попав в Европу, осознать всю старомодность и ветхую проношенность таких убеждений. И недостаточно тверд и решителен, чтобы отказаться от них, чтобы найти новый внутренний мир. Налито уехали с Некритиной к Черному морю пожариться на солнышке. В августе деньги кончились. А тут еще, как назло, остроглазый коричневый, будто вылепленный из глины, голопузый купец кричит раз по пять в день, у меня у Яшки у маленькой корзине, а Лейнсу в Берлине у магазине. К счастью, не у каждого купца столько соблазна. Две копейки фунт вишня и пятикопеечные дыни, о которых Чернокоса и Синьора возвещала следующей серенадой. Динни, динни, сетищих, ещих, просто дим идет, делали картины нашей жизни не столь мрачной. Мы пополняли пустоту желудков щедротами Юга и писали в Москву друзьям, чтобы те потолкались в какой-нибудь мягкосердечной редакции за авансом для меня и родичам, чтобы поскребли у себя в карманах на предмет краткосрочного займа. Хотя, по совести говоря, плоховато я верил и в редакторское широкодушие и в родственные карманы. Впрочем, и у родичей то у меня близких почти что нет на белом свете. Самые кровные узы, если, скажем, бабушки наши на одном солнышке чулочки сушили, так, кажется, оговаривали старые хорошие писатели. Вдруг телеграфный перевод на сто рублей и сразу вся кислятина из души выпарилась, решили даже еще недельку побалакаться в море. За обедом ломали головы, от кого бы такая благодать. А вечером почтальон вручил нам догадку. Телеграмма «Приехал, приезжай!» Есенин. Ошалев, заскакал я и захлопал в ладоши из желтого кожаного Нессесера, заменяющего колыбель, бросил в меня стыдящий взгляд шестинедельный шестинедельный Кирилл. Такой, мол, дядя здоровый и козлом прыгаешь. У совести с я помахал пальцем перед его розовенькой горошинкой с двумя дырочками. Но, брат Кирилл, в Москву едем. Из невозможных Америк друг мой единственный вернулся, понимаешь? Розовенькая горошина сморщилась и чихнула. О, значит, правда. Наутро Кирилл сменил квартиру кожаной на СССР на деревянной корыце и в скором поезде поехал в Москву. Вот и я, вяточка. Ах, какой европеец, какой чудесный, какой замечательный европеец. Смотрите-ка, из кармана мягкого серого пиджака торчит даже блестящий хвостик вечного пера. И, кажется, еще легче стала походка в важных белых туфлях. Еще золотистые волосы из-под полей, такой красивой и добротной шляпой цвета кофе на молоке. Только вот глаза, не пойму, странно, не его глаза. Мразь, а? Европа мразь. Мразь? А в Чикаго до надземной дороги встань на цыпочки и пальцем достанешь. Ерунда. И презрительно приподнялся на белых носках своих важных туфель. в Венеции архитектура ничего себе, только воняет и сморщил нос присмешным образом. А в Нью-Йорке мне больше всего понравилось обезьянного одного банкира. Стерва в шелковой пижаме ходит, сигары курит и горничной пристает. А в Париже сижита в кабаке подходит гарсон, говорит, вы вот Есенин здесь кушать изволите, а мы гвардейские офицеры салфеткой под мышкой. Вы спрашиваю лакеями? Да, лакеями. Тогда извольте, говорю, подать мне шампань и не разговаривать. Вот. Ну, твои стихи перевел свою книгу на французском выпустил. Только зря все это. Никому там поэзия не нужна. И с Изодорой одье. Давай мне белье? Нет, одье безвозвратно. Безвозвратно. Я русский. А она не 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 могу. Знаешь, когда границу переехал, плакал, землю целовал, как рязанская баба. Стихи прочесть прочел всю Москву кабацкую и черного человека. Я сказал, Москва кабацкая прекрасна. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было. Умудрился форму цыганского романса возвысить до большого, очень большого искусства. А черный человек плохо, совсем плохо. Никуда не годится. А Горький плакал. Я ему черного человека читал, он плакал слезами. Не знаю. Есенин не вытаскивал для печати и не читал черного человека вплоть до последних дней. Насколько мне помнится, поправки внес не очень значительные. Вечером были в каком-то богемном кабаке на Никитской. Не то бродячая собака, не то странствующий энтузиаст. Есенин опьянел после первого стакана вина. Тяжело и мрачно скандалил. Кого-то ударил матерщине, убил посуду, ронял столы, рвал и расшвыривал червонцы. Смотрел на меня мутными невидящими глазами и не узнавал. Одно слово доходило до его сознания Кириллка. Некритина говорила Сереже, Кириллка вас испугается, не надо пить, он маленький, к нему нельзя прийти таким. И Есенин на минутку тишал. То же магическое слово увело его из кабака. На извозчике он на пол пути к дому вронил мне на плечи голову, как не свою, как ненужную, как холодный костяной шар. А в комнату на Богословском при помощи незнакомого человека я внес тяжелое ломкое непослушное тело. Из подупавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся белки, на губах слюна, будто только что жадно и неряшливо ел пирожное и перепачкал рот сладким липким кремом, а щеки и лоб совершенно белые, как лист ватмана. Вот день первой встречи. Утро и ночь я вспомнил поэму о черном человеке. Стало страшно. Может быть, не попусту плакал над ней горький. На другой день Есенин перевез на богословские свои американские шкафы чемоданы, крепкие, желтые, стянутые обручами, с полочками, ящичками и вешалками внутри. Негры при разгрузке и погрузках с ними не очень церемонятся, швыряют на цемент и асфальт чуть ли не со второго этажа. В чемоданах дюжина пиджаков, шелковое белье, смокинг, цилиндр, шляпы, врачная накидка. У Есенина страх кажется ему, что всякий или его обкрадывает или хочет обокрасть. несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. Когда уходит, таинственно шепчет мне на ухо «Стереги, Толя, в комнату Нини никого, зная их, с гвоздем в кармане ходит». На поэтах, приятелях и знакомых мерещится ему свои носки, галстуки, при встрече обнюхивает, не его ли духами пахнет. Это не дурь и не скупость. Я помню первую ночь пену на губах, похожую на сладкий крем, чужие глаза на близком милом лице и то, как рвал он и расшвыривал чербонц. Раньше бывало по-другому. Как-то Мирхольд с Райх были у нас на блинах, пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шуметь и швырять со звоном на пол посуду. Я тихонько шепнул ему на ухо «Брось, Сережа, посуда у нас кот наплакал, а ты еще кокаешь». Он тайком от Мирхольда хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую посуду. на тарелку. Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск, затем ловко и незаметно поднимал, ставил на стол и швырял заново. Или еще наш белый туркестанский вагон стоял в тупике ростовского вокзала. Есенин в охмелю вернулся из города, стал буянить, проводник высунулся из окна вагона и заявил «Товарищ Малабух не приказал вас, Сергей Александрович, в энтом виде в вагон пущать». «Меня не пускать? Не приказано, Сергей Александрович. Пусти лучше! Не приказано». Тогда Есенин крякай стал высаживать в вагоне стекла. Дребежа падали стекла на шпалы, почем Соль стоял в купе бледной в нижней рубашке под штаниках с прыгающей свечой в руке, а Есенин не унимался. После разгрома вагона прошло три дня, почем Соль ни под каким видом не желал мириться с Есениным. На все уговоры отвечал «Что ты мне говоришь, пьян, пьян, не в себе? Нет, брат, очень в себе, он всегда в себе». Небось, когда по стеклу дубасил не голым кулаком, он-то его в рукав прятал, чтобы не порезаться. «Боже, упаси, а ты пьян, не в себе?» Все стекла выставил, и ни одной на пальце царапины. «Хитро, брат, а ты пьян, не в себе». В этом был Есенин. Если бы в день первой встречи в бродячей собаке он показывал червонце, орвал белую бумагу, я бы узнал, что не так страшны упавшие веки и похожие на крем-пена на губах и безучастное ломкое тело. Предугаданная грусть наших прощаний стала явственно и правда настоящей. Сначала разбрелись литературные пути. Есенин еще печатался в Еможенистской гостинице для путешествующих в Прекрасном, но поглядывал уже в сторону мужиковствующих. Подолгу сидел он с Орешиным, Клычковым, Ширяевцевым в подвальной комнате стоила Пегас. Ссорились, кричали, пили. Есенин желал вожаковать. В затеваемом журнале россияне требовал диктатуры. Орешин злостный мрачно показывал ему шиш. Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувств. Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями послов. Троекратно лобызал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая «Олень, олень». Вздыхал об Оланецкой избе и до закрытия, до четвертого часа ночи каждодневно сидел в стойле пегаса среди скрипок, визжащих фокстроты, среди красногубой пустосердечной толпы, отрыгивающей винным духом пудрой леда и мутными тверско-бульварскими страстишками. Мне нравился Клюев и то, что он пришел путями господнями в стойло пегаса, и то, что он творил крестные знамения над жидким мосельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического режения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперте сердцем циничным и кощунственным холодным к любви и вере. Есенин Клюева был ласково льстив, рассказывал о россиянах, обмозговывал, как из старшего брата вытесать подпорочку на своей диктатуры, как Миколаем смирить Клычкова с Орешиным. А Клюев вздыхал. Вот, Сереженька, в лопоточке скоро обуясь, последние штиблетишки Сереженька развалились. Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги, а вечером столь ледопытывал. Ну, как же насчет россиян, Николай? А я кумекаю, ты, Сереженька, голова, тебе красный угол. Ты скажи им, Сереге-то, Клычкову и Петру, что, мол, Есенина диктатура. Скажу, Сереженька, скажу. Сапоги делались целую неделю. Клюев корил Есенина. Чего из-за Дору-то бросил? Хорошая баба, богатая. Вот бы мне ее, плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из Поповского сукна себе справил. Справим, Николай, справим. Только бы вот россияне. А когда шифровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в Котомку и в ту же ночь, не просившись ни с кем, уехал из Москвы. Вслед за литературными путями разбежалась у нас с Есениным дорога дружбы и сердце. Я только что приехал из Парижа, сидел в кафе, слушал унылое вытье толстой контрабасной струны. Никого народу. У барышни в белом фарточке флюс, а вторая барышня в белом фарточке даже не потрудилась на мазань губы, черт знает что такое. А на улице не погодь, мокрять, желтый жидкий блеск фонарей. Я подумал, что хорошо бы эту осеннюю тоску расхлестать веселыми монпарназскими песенками. Неожиданно вошел Есенин. Барышня с флюсами, барышня с ненакрашенными губами испуганно трепыхнулись и повели плечами. Глаз у Есенина мутный и рыхлый, как кусок сахара, полежавший в чашке горячего кофе. Одет неряшливо, шляпа пятнистая, помятая, несвежий воротничок и съехавший набок галстук, золотистая пена волос размылилась и посерела. Стало походить на грязноватую воду, как в корыте после стирки. Есенин, не здороваясь, подошел к столику, за которым я сидел, заложил руки в карманы и, не произнося ни слова, уперся в меня недобрым мутным взглядом. Мы не виделись несколько месяцев. Когда я уезжал из России, не довелось проститься. Но и ссоры никакой не было, только отношения похолодали. Я продолжал мешать ложкой в стакане и тоже молча смотрел ему в глаза. Кто-то из маленьких петербургских поэтов вертелся около, подошла какая-то женщина и стал тянуть Есенина за рукав. «Иди к этой матери, видишь, Марин Гофф он встретился». От Есенина пахнул едким перегар. «Ну?» Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал «А я тебя съем». Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле. «Ты не серый волк, а я не красная шапочка, авось не съешь». Я выдавил из себя улыбку, поднял стакан и глотнул горячего кофе. «Нет, съем». Есенин сжал ладонь в кулак. Петербургский поэтик, щупленький, черненький, с носом похожим на восклицательный знак, и незнакомая женщина стали испуганным шепотом упрашивать Есенина и о чем-то уговаривать меня. Есенин выпрямился, снова заложил пальцы в карманы, повернулся ко мне спиной и неровной пошатывающейся походкой направился к выходу. Поэтики женщины держали его под руки. Перед дверью, словно на винте, повернул голову и снял шляпу. «Адье!» и скрипнул челюстями. «А все-таки съем!» Поэтик распахнул дверь. Вот наша ссора, первая за шесть лет. Через месяц мы встретились на улице и, не поклонившись, развели глаза. Весной я снова уехал с Некритиной за границу и опять вернулись в Москву в Непроласе мглу позднего октября. В один из первых дней по приезде побывали у Качаловых. В малюпатенькой их квартирке в Камергерском пили приветливое хозяйское вино. Василий Иванович читал стихи Блока Есенина. Из угла поблескивал черной короткой шерстью и большими умными глазищами Качаловский доберман пинчер. Василий Иванович положил руку на его породистую точеную морду. «Джим! Джим! Хорош! Хорош! Есениным воспет!» И Качалов прочел стихотворение посвященное Джиму. А я после спросил «Что Есенин погоже или худо?» Вражда набросала в душу всякого мусора и грязи будто носили в себе помойные ведра но время и ведра вывернуло и мокрой тряпкой подтерло. «Не больно погоже будь!» И Василий Иванович рассказал теплыми словами о том, что приметил за редкие встречи, что понаслышал от людей к Есенину близких и от людей сторонних. «А где же сейчас Сережа? Глупо и гадко все у нас получилось ни из-за чего и ни к чему». До позднего часа просидели в малюпатенькой комнатке за приветливым хозяйским вином. Прощаясь, я сказал «Вот только узнаю, в каких обретается Есенин палестинах и пойду мириться». В эту же ночь на Богословском несколько часов к ряду сидел Есенин, ожидая нашего возвращения. Он колыхал Кириллкину кроватку, мурлыкал детскую песенку и засыпающей тещей толковал о жизни, о вечности, о поэзии, о дружбе и о любви. Он ушел не дождавшись. Велел передать «Скажите, что был». Обнять мол и с миром. Я не спал остаток ночи, от непрошенных слез измокла наволочка. На другой день с утра бегал по городу и спрашивал подходящих людей о Есенинском пристанищем. Подходящие люди разводили руками. А под вечер, когда глотал, чтобы только глотать холодный суп, раздался звонок, который узнал я с мига, даром, что не слышал его с полутысячи, если не более дней. Пришел Есенин. Около недели суматошился я в погоне за рублем. За суматошиной вернулся домой. Некретина открыла дверь. У нас Сережа. И встревоженно добавила. Принес вино, пьет. Когда в последнее время говорила Есенин пьет, слова звучали как стук костыля. Я вошел в комнату. Еще желтая муть из бутылок не перелилась в его глаза. Мы крепко поцеловались. Тут мартышон меня обижает. Есенин хитро прихромнул губой. Выпить со мной не хочет. За мир наш с тобой любовь наш. И налил в стакан непенящего шампанского. Ну подожди, Сергун, сначала полопаем. Мартышка нас щами угостит с черной кашей. Ешь. Есенин сдвинул брови. А я мало теперь ем. Почти ничего не ем. Из залпов выпил стакан. Весной умру. Брось, брось пугаться-то. Говорю умру, значит умру. Опять захитрили губы. У меня горловая чахотка, значит каюк. Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой дриатике, павляемся на горячем песке, поглотаем не эту дрянь и убрал под стол бутылку, а чудесное, палящее, расплавленное золото даунциевского солнца. Нет, умру. Умру произносил твердо, решенно, с завидным спокойствием. Хотелось реветь, ругаться последними словами, корябать ногтями холодное скользкое дерево на ручках кресла. Жидкая соль разъедала глаза. Некретина что-то очень долго искала на полу, боясь подняти голову. Потом Есенин читал стихи об отлетевшей юности и о гробовой дрожи, которую обещал он приять как новую ласку. К кому? К Есенину. Дежурный врач выписывает мне пропуск. Поднимаясь по молчаливой высланной коврами лестнице, большая комната, стены окрашены мягкой теплой краской, мерцает синий глаз электрической лампочки. Есенин сидит на кровати, обхватив колени. Сережа, какое у тебя хорошее лицо. Волосы даже снова запушились. Очень давно я не видел у Есенина таких ясных глаз, спокойных рук, бровей и рта. Даже пооблетела серая пыль сбег. Я вспомнил последнюю встречу. Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. Желтая муть перелилась к нему в глаза. У меня в комнате на стене украинский ковер с большими красными и желтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловещи ползли секунды, и еще зловещи расползались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узенькие кольца белков наливались кровью, а черные дыры зрачков страшным голым безумием. Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая ее мне, прохрепел на ухо. Вытри им носы. Сережа, это ковер, ковер, а это цветы. Черные дыры сверкнули ненавистью. Ах, трусишь! Он схватил пустую бутылку и заскрепел челюстями. Разможу в кровь носы, в кровь разможу. Я взял салфетку и стал водить ее по ковру. Вытирая красные и желтые рожи, сморкая бредовые носы. Есенин хрипел. У меня холодело сердце. Многое утонет в памяти, такое никогда. И вот синий глаз в потолке, узкая кровать с серым одеялом, теплые стены и почти спокойные руки, брови, рот. Есенин говорит. «Мне очень здесь хорошо. Только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка. Знаешь, заворачиваясь по уши удеяла, лезет головой под подушку и еще не позволяет закрывать дверь. Все боятся, что покончил самоубийство. По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые большие глаза, необычные волосы, золотые как мед. Здесь все хотят умереть. Вот эта Офелия вешалась на своих волосах. Потом Есенин повел в приемный зал, показывал цепи и кандалы, в которые некогда заковывали больных, рисунки, вышивки и крашенную скульптуру из воска и хлебного мекиша. «Смотри картины Врубеля. Он тоже был здесь». Есенин улыбнулся. «Только это не дом, а это не сумасшедший дом. Сумасшедший дом у нас по соседству». Он подвел к окну. «Вон то здание». Сквозь белый снежный лист декабрьского парка весело смотрели освещенные стекла гостеприимного помещичьего дома. Платон изгнал Гомера за непристойность и своей идеальной республики. Я не Гомер. У нас республика Советова не идеальная. Можно мне сказать гадость. Совсем маленькую и не очень скабрезную. О том, как надо просить у жизни счастье. Так вот, счастье надо просить так, как одесский беспризорный милостыню. Гражданка, дайте пятачок, а не то плюну вам физиономию, а у меня сифилис. В тюремной приемной женщина узнала о смерти мужа. Она зарыдала, тогда к ней подошел часовой и сказал гражданка огорчаться ступай за ворота. 31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище в Москве вырос маленький Есенинский холмик. Мне вспомнилось другое 31 декабря в политехническом музее встреча нового года с эмажинистами. Мы с Есениным молодые веселые дразним вечернюю тверскую блестящими цилиндрами, поскрипывают санночки, морозной пылью сеглятся наши бобровые воротники. Есенин заводит с извозчиком литературный разговор. «А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов? Пушкина? Это дяденька мертвый. А вот кого ты из живых знаешь? Из живых нема, барин. Мы живых не знаем, мы только чугунных». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2003 год. Татьяна